Слышно и видно. Всем привет! Я не знаю, как у вас, у нас просто неимоверно. Эта жара разоедает. Ложишься спать, жарко, посыпаешься, жарко. Ты какого я себе помощника принесла в спальне, потому что это просто невозможно. Так, девчонки, нормальный звук, начинаем. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня видно, слышно? Что-то активности не вижу. Девчонки, вы здесь? Маргарита, привет! Видимо, звук хороший? Потому что складывается такое впечатление, что люди просто отошли, но на самом деле их на вебинаре нет. Все, хорошо. Значит, начинаем, потому что, мало ли, бывает у меня такое. Значит, может быть, кто-то был раньше на вебинаре. Я на эту тему уже проводила. Сегодня, конечно, будут дополнения, поэтому задерживаться мы не будем. И будем сразу начинать. Да, мы с вами работаем в интернете, но, как я здесь написала, не нужно забывать, что есть люди вокруг нас, есть развитие региона. И если вы чувствуете в себе нотку того, что вы сможете, почему бы не попробовать? Я когда открывала офис, я не знала, получится у меня, не получится. Как вы все знаете, в прошлом месяце, почти ровно месяц назад, было 10 лет, как я в компании, и из них 9 лет, даже уже чуть больше, 9,5, как я работаю на офисе. На данный момент у меня закрытое звание серебряный директор, открытое золотой директор. Открывала я офис на дому первое время. Это была категория агент на 460 баллах, когда можно было. Сейчас и ОЛГ, и групповой варьируется, бывает и 10, бывает и 12, бывает и 20. Здесь на слайде есть небольшая такая история, как я уже написала, 1 марта 2012 года категория агент на дому, потому что я не нашла аренду. Когда открываете категорию агент, дается 3 месяца. Это если вы хотите, как говорится, развиваться, чтобы найти аренду. И вот с июня я открыла пункт выдачи продукции. 2012 года это 3% от товарооборота платят. Категория агент 0,5, об этом тоже скажу. Через 2 года мне дали категорию центра обслуживания консультанта, которая у меня до сих пор держится. И 7 ноября 2017 года, то есть скоро 4 года, как я в новом помещении, где нахожусь до сих пор. Значит, цель открытия офиса – это всегда развитие своего региона, своего города, своей структуры, личного бренда. Это работает 100%. Девчонки из моего города знают, что меня все знают, как Оля Фаберлик. И я так и говорю, записывайте меня, Оля Фаберлик, я на такое не обижаюсь. В принципе, я вообще не обижаюсь. Дальше это место для встречи с партнерами, для различных мастер-классов, для празднования различных праздников. Вот, допустим, Новый год у нас часто празднуется. И, конечно, ты напрямую сотрудничаешь с компанией. Ну, у нас Беларусь маленькая, поэтому, как говорится, всех знают в лицо, но это совершенно другой, можно сказать, уровень. Значит, здесь тоже ознакомительный вариант. Почему? Потому что все-все-все есть в личном кабинете. Значит, вот я показала на сцене, что это все находится в разделе партнерства, где вы зайдете и найдете документы, которые нужны для того, чтобы подать документы на открытие офиса. Но первое, что вы должны сделать, когда собираете вообще попробовать, конечно, уведомить своего директора. Почему директора? Потому что директор будет являться вашим гарантом в этом начинании. Даже вот я, если сейчас, к примеру, планирую открывать еще один офис, несмотря на то, что я уже директор, директор с опытом, вот, как я уже сказала, 9 лет офиса, все равно гарантом у меня будет в документах выступать мой наставник, Астана Богданович. Значит, в принципе, эти документы собираются быстро. Вот, например, для меня лично, чтобы собрать документы, этот пакет документов и отправить, нужно меньше часа. Главное, чтобы был договор аренды, потому что ИП у меня есть. Личный счет в банке у меня есть. Паспорт, конечно, у меня есть. Заявление, образец есть, просто заполнила. Дальше заявление на использование товарного знака. Все есть на сайте, просто заполнила, расписалась. Два бизнес-плана тоже все заполняется у меня уже автоматически. Ну, вот договор аренды, поэтому, как я уже сказала, мы скоро планируем с 1 августа открывать. Я еще один офис, поэтому у меня сейчас главное, чтобы был договор аренды. Вот где это все находится в личном кабинете. Значит, пункта выдачи, правила сотрудничества. И вот есть такой раздел, как открыть, с чего начать. Значит, что здесь сейчас не так, и что, например, как для меня, это намного облегчило работу. То есть сейчас эти все документы не нужно отправлять по почте, так как это нужно было раньше. То есть ты планируешь, так, надо, чтобы успеть, чтобы сегодня пошла почта, нужно первым классом, чтобы завтра не получили и так далее и тому подобное. Нет, сейчас намного проще. Что нужно? Распечатываешь, что нужно? Отснимаешь, заполняешь, расписываешься, где нужно. Затем, у всех сейчас хорошие телефоны, фотографируешь. Затем, если где-то есть какие-то ободки, которые нужно убрать, обрезаешь. И эти все документы отправляешь региональному менеджеру. Как вы видите на слайде, за каждой областью Беларуси закреплен определенный менеджер. И вуаля, и вы отправили, и через пару секунд все документы будут у вас. Менеджеры отвечают очень быстро. То есть они ответят или принято, или еще что-нибудь. Вот. И затем, ближе к первому числу, получается, вам придет личный логин и пароль от вашего кабинета офиса и заработают. Ну, об этом мы поговорим чуть позже. То, что я говорила, категории офиса. Категория агент, это значит, вам платят 0,5% от товара оборота вашего офиса. Значит, сами понимаете, это настоящие копейки. Но так как вы ничего не снимаете, никого не платите, это все находится у вас дома, поэтому, как говорится, и такая оплата. И здесь что есть, что вы имеете право обслуживать только своих людей. Как говорится, кто-то любит, чтобы к нему ходили в гости различные люди, кто-то нет. Но я когда открывала, так как я собиралась работать с компанией на постоянной основе, поэтому я обслуживала все структуры. Вот, как я уже сказала, было три месяца. Дальше, пункт выдачи продукции. Здесь уже платится 3% от товара оборота. Как я уже сказала, у вас должна быть аренда. Неважно, какой квадратуры, но могу сказать сразу, большие офисы не обязательно снимать. Еще раз повторюсь, у нас не магазин, у нас просто выдача продукции. Поэтому вы должны так распланировать, что у вас, допустим, должно быть ваше рабочее место, какая-то витрина с образцами, дальше стеллаж, где находятся все заказики, и может быть отдельное место. Допустим, у меня это полноценный стол, где над столом все новиночки, которые... Кстати, я начала показывать, когда уже переехала в новое помещение, потому что появилось место. У Оли Синькевич, допустим, я знаю, промостойка, и на промостойке все документы, люди расписываются, то есть должны быть какие-то уединения. Значит, здесь вывеска по желанию ПВ, получается, примерочная тоже по желанию, конечно, если у вас огромное помещение, ну, почему бы не сделать примерочную, получается, шторка за шторкой, зеркало и так далее. Я планировала, и зеркало есть, все, но потом решила, что мне места мало, я лучше поставлю еще один стеллаж. Ну, правда, иногда бывает и его не стоит. Центр обслуживания консультантов, это уже 4% платится от товарооборота, но сейчас, не знаю, раньше Центр обслуживания консультантов не давали тем, кто не является категорией статуса директора. То есть, если вы до директора, максимум, что у вас может быть, это 3%. Но на ток уже идет условие от 15 квадратных метров, то есть, есть какие-то определенные условия. Дальше обязательно должна быть вывеска. Здесь уже обязательно. И чтобы не обмануть, точно не помню, но точно знаю, не успела говорить, уже заговариваюсь, что есть определенные часы, то есть, если вы хотите ток, это не значит, что вы работаете 8 часов в неделю. Вот не помню, или 20, или 24. Ну, чтобы не соврать, это можно поискать на сайте, но точно есть ограничения. Ну, и, конечно, не сказала, начиная с категории пункта выдачи продукции, вы обязаны, вы уже являетесь официальным представителем компании «Поперлик». У вас подписан договор с дочерним предприятием, вы обязаны обслуживать все структуры, всех людей, независимо от того, нравится вам, он не нравится, знаете его, дружите вы с ним. Обязаны, значит, обязаны. Ну, и представительства в Беларуси у нас, ну, чтобы не ошибиться, может, 3 или 4 представительства, очень немного, потому что представительство должно и работать каждый день, там есть определенные именно и твитовые гаммы, и специальное оформление и так далее и тому подобное. В принципе, в основном на таких представительствах сидят наемные работники. Почему? Потому что если ты директор, который собирается расти, все-таки наша работа в основном это в интернете, сами понимаете, если постоянно сидеть на офисе и работать завскладом, просто не будет. Поэтому в основном на таких представительствах работают, и вот у нас Немигас считается представительство, в Сутске, наверное, тоже представительство, в Минске, наверное, два офиса с представительством, вы сами видели. Они работают каждый день, наверное, с 10 до вечера, ну, не будем углубляться, но, как говорится, для общего развития. Значит, если вы хотите офис, вам нужно выбрать первое, что это место. Вы должны понимать, что здесь должна быть очень хорошая проходимость. Говорю сразу, там, где нахожусь я, проходимость очень и очень слабая. Когда я вообще открывалась, там не было ни одного магазина. То есть у меня, получается, здание стоматологии, у этого здания когда-то было как мини-заводик, насколько я помню, и, получается, есть огромный двор. И вот, получается, так как это был мини-заводик, во дворе сзади были гаражи. Получается, хозяин отремонтировал гаражи, разбил на три помещения, и вот было три павильона. В одном из них арендовала я. Сейчас там везде магазины, и затем моего хозяина, сын, тоже пошел в бизнес. В итоге все эти гаражи сейчас его, потому что он там развернулся с хоз различными товарами. А мне предложили еще лучше место. Для меня это намного лучше нравится, потому что все-таки в помещении это совершенно. И другое освещение, и отапливается у меня уже газом до этого, просто котлом. Но у меня, получается, во дворе парикмахерская, маникюр, зоомагазин и я. Ну и место для парковки. То есть мы сами лично заезжаем во двор. То есть наши машины не стоят во дворе. Автолайт тоже приезжает прямо во двор. Правда, иногда могут заехать чужие. В итоге Автолайт заехал и понимает, что выехать непонятно как. Но в чем здесь у меня суть? Что почти под крыльцо у меня заезжают парни. Поэтому я могу сказать вам с уверенностью, что коробки я почти не ношу. Только если их очень и очень много. И я понимаю, что может бухтеть, потому что они как бы не обязаны это все носить. Ну, то так выйду. Ради приличия одну-две коробочки возьму. Затем он принес документы. Пока я подписываю документы, то есть он уже поносил. Но еще раз повторюсь, как таковой проходимость у меня нет. Вот мой лидер Наталья Панастюк, она открыла у нас с 1 апреля в городе тоже офис. Она в центре города. Там хорошая проходимость. Это здание почты. Вот, кстати, здание почты очень часто арендуют. То есть если у вас нет офиса, вы живете там в маленьком каком-то городе или городском поселке, здание почты – это самый наилучший результат. В основном это цен города или поселка, проходимость хорошая. Людей очень много в основном это получается. И магазины, и павильоны где-то какие-то. И вот я с ней разговаривала. У нее уже за этот месяц было три регистрации на офисе. У меня на офисе сейчас регистрации бывают очень и очень редко. Но я работаю в основном по интернету. То есть у меня структура растет за счет интернет. Но так как уже большая структура за столько времени, плюс весь мой теплый круг, знакомые, друзья, как я вчера в чате писала, там жены одноклассников, там одноклассницы, многие у меня зарегистрированы. И, конечно, они забирают заказы у меня. Но если это у вас большой город, вы должны посмотреть. Вот, к примеру, новый микрорайон открылся. Там 100% будет жить молодежь. Посмотрели. Там всегда открывают школу новую, садик, магазины где-то какие-то. То есть или можно, может есть в том же магазине какое-то помещение, чтобы была остановка поблизости, то есть чтобы вы и какие-то, и объявления повесили. Плюс здесь уже 100% должна быть вывеска, чтобы человек только вышел, допустим, там с автобуса, с кролейбуса, и он сразу видит Фаберли. Если у него есть настроение, время, он может зайти посмотреть. Ну и, конечно, девочки, недорогая аренда. Потому что, ну и сейчас, опять же, не скажу по другим странам, Беларуси, чтобы вам платили вот те проценты, которые я говорила, нужно выполнять минимальный товарооборот 3 тысячи рублей. Вот. Как только вы открываетесь, вам дают 3 месяца на раскрутку. То есть, получается, неважно, выполняете вы этот минимальный товарооборот или не выполняете, вам будут платить вот, допустим, этих 3%. Дальше каждые 3 месяца идет анализ. То есть, компания делает среднее арифметическое. И если в среднем арифметическом у вас не выходит 3 тысячи, значит, вам на следующий квартал будет 0,5. Сами понимаете, это, как я уже сказала, ранее копейки. Поэтому если вы открываете офис, у вас структуры нет совсем, а только вы, я имею в виду у себя в городе, тогда вам нужно очень прям и очень хорошо работать на рекламу, то есть листовки, объявления, объявления. Сейчас много мессенджеров, много групп различных, там, танцких, школьных и так далее, и тому подобное. То есть, вот, кинуть там, затем. Есть группы, там, в Одноклассниках, ну, по городу я не знаю. Ну, у нас это точно есть. В Одноклассниках не знаю, но что в ВК 2 или 3, это 100%, где более тысячи людей. То есть, везде кинуть объявления. Дальше я, например, всегда, если что-то, где-то даю объявления в нашу районную газету. Всегда обязательно даю. Дальше, если у вас несколько офисов, как говорится, на войне все средства хороши, можно походить по тем местам, где офисы, и поклеить листовочки, где-то в каких-то магазинах поставлять листовочки, возле самих офисов. Мало ли, может, человек живет где-то поблизости у вас, а обслуживается вот именно там. Может, он, допустим, у меня есть люди, которых я почти никогда не вижу. За них все время забирают знакомые и так далее, особенно, что касается деревьев. Поэтому можно поступить вот таким вот образом. Дальше, как только начинаете, люди начинают оформлять заказы, у вас должен быть чайт в Вайбере именно сообщества, где вы сразу добавляете человека. Я, например, просматриваю каждый день новые фамилии, кто сделал заказ, и как только появляется новая фамилия, у меня есть две привычки. Первое, я проверяю чайт в турах. Второе, я этого человека добавляю по Вайберу в телефонную книгу и приглашаю к тебе в чат, где, ну, так и приветствуется, что, мол, здесь я буду вас уведомлять о графиках работы, доставке, акциях, мероприятиях, самокопания и так далее и тому подобное. Кто-то выходит, но большинство остается. И плюс в этом чате я себя веду, независимо от того, что там и моя структура, и не моя, так со всеми. То есть, допустим, распродажа, вот я по всем чатам проектным кинула, по своей структуре и обязательно кинула в чат ПВ. Вот, допустим, я сняла видео про зонтик, я обязательно кинула в чат ПВ. Даже вот у меня есть моя структурная сообщество «Примерочка», которая ведется уже давно. Вот точно так, как у нас отзывы, точно так у меня для структуры ведется давно. Я периодически эту же ссылочку кидаю тебе в чат ПВ. Почему? Потому что, несмотря на то, что там не только мои люди, но они все равно делают для меня товарооборот, так и пишу. Кто хочет получать отзывы, смотреть наглядно товар и так далее и тому подобное, можете вступать в сообщество, не забудьте отключить звук. Вступают люди и потом там же задают вопросы. И очень даже я вижу по офису, когда классно какой-то зашел офис, просто потом видишь в заказах, что вот эта штучка у всех идет в заказе. Дальше, как я уже написала, быть готовым к работе в минус. Девочки, это будет. Это будет 100%. Что ни говори, бизнеса без вложения не существует. Вот вы все знаете, что у нас в интернете все равно ход сколько, но мы вкладываем в рекламу. Здесь вы должны быть готовы, что нужно будет вложиться намного и намного больше. Но какой-то целью мы создаем. И сначала, ну сейчас я вам расскажу, что все обставляла я мебелью, что-то из дому, что-то у родителей брала, что-то вообще БУ покупала по объявлению, а уже потом со временем начала менять. Это тоже расскажу. Дальше должны быть у вас памятки. У меня, ну принтер, кстати, кто открывает. Принтер, даже если вы открываете, принтер сначала нет, но должен быть в планах, потому что без него никак. График работы. Как оплатить памятка. Дальше стартовая программа. Наши же обычные картиночки. Я скинула на Viber своему, можно сказать, мастеру, фотомастеру, которого я постоянно обслуживаюсь, и он мне пораспечатал на листовке, потому что принтер я цветной не покупаю. Вот это все у меня полностью есть. Значит, вот это офис, который я говорила с 2012 по 2017 год. На первой фотографии, где мы празднуем первый Новый год, вы сами видите, что у меня стол, что когда-то делал мой муж, компьютерное стуло из дому. Затем это не стеллаж, а забыла слово. В общем, по дешевке брала, ну забыла, и не трильяж, что старый, как говорится, покупала клеящуюся бумагу, обклеивала все красивенько, и на первое время для образца хватило. Ну тогда у меня образца столько не было. Дальше стояла промостойка. Затем, опять же, кто-то из бывших коллег со школы мне отдал журнальный столик, где у меня был раздаточный материал. Из дому, вот вы видите, я забрала, ну, после свадьбы нам, мои родители подарили мягкий уголок, вот забрала мягкий уголок, и только потом, сначала все заказы у меня стояли на диване, и только потом кто-то в магазине где-то купил, и я случайно услышала, что есть недорогой стеллаж. Машины у нас не было. Благо у мужа много знакомых, кому-то позвонили, приехали, и забрали последний, так что даже мужу повезло не складывать. Поэтому вот так вот, таким образом, по чуть-чуть складывался мой офис. Ну, благо плакатов у нас море. Если у кого-то, допустим, будет открываться мало плакатов, ну, я, правда, тоже скоро буду открываться, но пару штучками могу поделиться. То есть я всегда, когда нам дают, я всегда все беру. Дальше, как я уже сказала, в 2017 мне хозяин предложил новое помещение. Я с радостью согласилась. Значит, само повещение в ремонт я не вложила ни рубля, и я считаю, что это правильная тактика арендодателя. То есть вы мне должны предоставить помещение, где я просто работаю. Это у них было помещение как бы складом, они сами навели порядок. Он меня просто спросил, какого цвета стены, какую плитку, про плитку. Я вообще сказала мне все равно. В итоге за две недели сделался ремонт, натянулся потолок, хороший свет и так далее. Я просто въехала. И получилось так, что вот за это время, пока я вот была с 12 по 17 год, я купила два стеллажа, благо тогда был период, может, кто-то помнит, когда у нас для ИП немного усложнили работу, что нужно было работать только по накладным. А сами понимаете, не у всех они были. И люди начали распродавать. В итоге я купила себе две вот таких вот витрины, одна с галогенкой с подсветками, одну в хобрине, а одну в березе. Ну, вы сами видите, и так места мало. Здесь уже у меня, получается, есть место, где у меня документы хранятся, вот все. Дальше так получилось, что я закрыла, ну, не я закрыла, закрывался офис в Драгичине Арифлейм. И так вам меня знали, позвонили, может, тебе нужна мебель. Поэтому я вот у них купила вот такие вот раскладные стулья. У меня их, наверное, семь штук, вот эти черненькие. Дальше я у них купила стол, да, вот этот стол, что я сижу точно. Вот этот стол я купила. И еще я купила магнитную доску. Вот. Затем в Белозерске тоже закрывался офис Арифлейм. Там я взяла две типа витринки, где у меня в одной печатная информация и книги, во второй, получается, пробники различные. Сразу на открытие я себе... у нас открылся новый магазин мебельный. Я там присмотрела себе очень крутое кресло. У меня дома такого нету. У меня, в принципе, в квартире даже негде его толком поставить. А там у меня настоящее, как я написала, директорское кресло. Те, кто со мной хорошо общается, очень часто приходят, говорят, можно посидеть в своем кресле. Очень удобное кресло. Дальше. В предыдущем офисе, еще раз повторюсь, я новинки заранее не покупала. Как говорится, срабатывала мышление бедного. Так как, чтобы вас не обмануть, год я точно работала в минус. То есть сначала вообще не хватало на аренду. Затем, когда уже было то при ты, и когда деньги начинали оставаться, ну, как говорится, ну, хорошо, я же зарабатываю. А не понимал, что на структуре ты заработаешь 23%, а здесь всего лишь 3 или 4. И только потом, когда, как говорится, я уже начала развиваться, когда я приехала в Сочи, что я всегда говорю, ранее я и сейчас, я совершенно два разных человека, я начала вкладывать деньги. То есть для чего мне компания платит? Для того, чтобы я развивала офис. Поэтому, как только появляются новинки, конечно, девчонки, я все новинки не беру. Я беру 100% водички, 100% косметику для дома, если новая появляется, 100% гели. Ну, люди же любят все нюхать. Вот, крема для рук я, допустим, брала один. Я все не брала. Вот, косметички, если они, как бы, недорогие, брала. Или же, ну, как говорит, это все приходит с опытом, то, что 100% разберут. Вот. Когда у нас появились ножи, я взяла по одному ножу. Да, они стоили денег. Но очень много ножей заказывают. Даже сейчас я себе уже, наконец-то, созрела, хотя у меня ножи нормальные. Взяла себе ножи, я их до сих пор не уношу. И салатнички парфоровые не уношу. Люди приходят, когда есть время, они пощупают, помацают. Некоторые прямо у меня на офисе оформляют заказы. То есть и мне закажи, и мне закажи. Вот. Дальше заказываю парфюмы. Когда блотеров было много, кидала целый блотер, сейчас я блотеры разрезаю на три штучки. Потому что у нас блотеры не делают, а вот я покупала в других компаниях, получаются блотеры подписанные. И, ну, сами понимаете, там, где надо все-таки обрезать, и в итоге, ну, мало остается. Поэтому я сейчас разрезаю на три штучки, получается, блотер. И пишу объявление в чате, что, мол, всем привет, сегодня на этой неделе мы будем тестировать новую водичку такую-то, такую-то. Поэтому имейте в виду, что у каждого в заказе будет блотер. Все. Кто сам захочет, сам попробует. Нет. Не важно, там муж приходит с заказом, ребенок. Каждому в заказе пац-пац-пац, побросало, и очень часто потом могут писать на вайбер, а что-то за вкусная вода. Затем обязательно, когда появилась новинка, на следующий каталог я обязательно провожу акцию на офис. Это обязательно. Значит, всегда, когда распродажа, то, что самое дешевое, я беру много. То есть, допустим, на распродаже были бальзамы для губ. Солнцезащитные похудеют девочки, по 66 копеек. Я их взяла, ну, может, штук 80. Уже третья акция идет на эти бальзамы. Дальше были на распродаже протеиновые батончики. Может, 120 штук я их взяла. Тоже по 66 копеек. Затем были на распродаже тоже, по-моему, по 66 копеек. Нет, не по 66, по 40 с чем-то. Наши гели антисептики. Тоже я их набрала. Где-то кремики для руки и так далее и тому подобное. То есть, появляется новый парфюм. Так как в среду, в воскресенье я уже могу заказать. В итоге получается две недели мы тестируем новый парфюм. На следующий, даже месяц, я могу, мне не важно. То есть, в месяц у нас в основном совпадает два каталога. И я провожу акцию. Как всегда, акция лично для меня. У всех. Вот сейчас у меня на товару. Мужскую и женскую. Значит, для всех, неважно по какой цене он берет. Или 70-процентной, или по полной. У кого в заказе будет новый парфюм товаруа, женский артикул такой-то, мужской, в подарок получит бальзам на выбор. Во-первых, это легко найти. Так как ты выдаешь заказ, в пакете все-таки видно, как выглядит водичка. И вот забирая человек, у меня, если я купила специально, когда раньше ездили в Польшу, такую небольшую корзиночку, вы участвуете в акции, можете выбрать бальзамчик. Ой, я как-то не пользуюсь, не подарите кому-нибудь. То есть, если, опять же, забирает муж или ребенок, я просто на выбор бросаю бальзамчик. Вот вчера, допустим, одна звонила. Ой, извините, что не позвонила. У меня в заказе какой-то лишний бальзамчик, может, кто-то ищет, там бла-бла-бла. Я ей рассказала, о, спасибо, буду иметь в виду. Все. Один раз, когда вот у нас появилась водичка дезерабль, девочки, этих вот было продано очень много. Ну, не продано, а заказано очень много. У меня моя консультант так всех... Я, наверное, батончик дарила. Вот не помню просто. А нет. Скраб для рук был на распродаже из серии Гран-при. Вот. И я дарила. Так, одна меня консультантка так и рекрутировала. Мол, девочки, если вы заказываете дезерабль, я вам подарю скраб для рук. Мега крутой. Показывала все. И у нее так и заказывали. Также, чтобы не забыть, как только я принимаю заказы, сразу по артикулу проверяю, у кого, и веду себе список, чтобы, как говорится, не забыть. Вот. Ну и плюс на новом офисе я очень давно хотела третий день доставки, но у меня тогда был белозерст. Я физически не могла все успеть. И плюс третий день доставки можно, если у тебя оборот от 10 тысяч. Сейчас у меня оборот больше, но вот как только стало у меня от 10 тысяч, я сразу открыла третью доставку. Вот. Сейчас небольшой экскурс. Это как только я открывалась. Сейчас немного поменялось. То есть вы видите, у меня все водички в полноценных флаконах. Значит, если вы только открываете, конечно, девочки, сразу купить все водички, это надо кучу денег. Поэтому если у вас в планах, даже пусть там через год, через полгода, сразу начинайте по чуть-чуть. Значит, просите всех своих знакомых, которые у вас заказывают, чтобы они не выбрызгивали весь парфюм. То есть чтобы буквально на дне вот хотя бы столичка оставляли. Потому что если, ну, вы сами знаете, что мы выбрызгиваем до самого не хочу. В итоге, ну, может, еще месяц аромат будет слышен. Затем со временем оно выветривается. Первое. Второе. Все-таки тестер – это тестер. То есть человек должен нанести, попробовать и так далее и тому подобное. Плюс сейчас очень хорошо, что самые популярные водички у нас есть в 15 миллилитрах и в 30. Они часто на акции. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть можно заказывать. Тогда да. Тогда можно поставить пустой полноценный флакон, чтобы люди видели, так выглядит вода это в большом флаконе. А здесь, допустим, 15 миллилитров. Вот. Ну, это еще раз повторюсь, как я только открывала. Значит, вот мой стол с новинками. Значит, всегда встать дальше. У меня есть все пробники. Пробники беру по ВИПу. Как только выходит новый вид и помад, у нас сразу же появляются пробники. Да, они могут влететь в копеечку. Но я сразу покупаю. То есть не часто, но иногда бывает. Можно посмотреть, можно посмотреть. Хотя, кстати, помады заказывают нормально и без пробников. Вот. Это было, может, полгода назад таким вот образом у меня выглядело. Вот это, кстати, тот стилаж, что я в Белозерске. Меня знакомый смеялся, говорит, а это ничего не знает, только офисы Арифлейн закрывает. Ну да, было такое. Но я их не закрывала, они сами. Вот. А это свежие фотографии от вчера. Значит, диплом уже серебряный директор. Дальше я повесила наши хэштеги, хотя они у меня были давно. Значит, вот обязательно, не сразу, конечно, но у вас для проверки, это не для Фаберлик, мало ли кто где может проверять, должна быть такая тоска, как информация. Значит, там должно висеть ваше свидетельство ИП. Дальше запись, что книга замечаний и предложений находится у такого-то, такого-то. Это вот что обязательно. А дальше я, получается, повесила бумажечку с маркетинг-планом, распечатанная подробностью. Ну, она, кстати, никогда не вынималась. Ну, зачем, чтобы пустовала, как говорится. И затем перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену и возврату. И точно такой же листик у меня висит на входной двери изнутри. То есть, если вдруг человек начинает это, а можно вернуть белье, у меня сразу выделено маркером цветным. Получается, что касается нас, и вы сразу, вот, по законодательству Республики Беларусь, допустим, белье обмену и возврату не подлежит. Дальше вот вы видите мою библиотеку. Вот уже на две полки не вмещается. Плюс две полки у меня дома. Дальше вот как одна приходит, говорит, о, хорошо, батончики едят. Что значит хорошо? Я съела батончик, бац, повесила. Ну, пусть люди видят. Правда, видите, уже у нас опять новые батончики, у меня уже нет места. Вот хочу, но нет места. Опять же, надо где-то что-то почистить. У нас расширяется категория продукта питания. Поэтому, так как это все я беру, вот эти все чаи, нет места, чтобы хорошо все поставить. Но еще раз повторюсь, это все не обязательно. То есть, я это все специально не покупаю. Вот, кстати, допустим, появились чаи. Да, я вложила деньги. Да, сейчас чаи бывают на акции. А когда они появились, они были по 7,49 по каталогу. Я купила все-все-все чаи, и мы тестировали. Каждому в заказ, вот, мы сегодня тестируем чаи. То есть, не надо эти чаи пить и так далее. Поймите, человек дома, он расслабит. И в итоге, вот целый каталог, мы тестировали чаи. Но, девчонки, тут в чем? Что потом же эти чаи заказывают, А чаи, это точно так, как и витамины, дают полноценные баллы. То есть, мы тестировали фито-чаи, мы тестировали чаи, вот эти вот наши все. Дальше кофе появилось. Я на Валберис позаказывала вот эти, на зип-дамочке разных размерчиков. По ложечке кидала кофе в зернах. Молотого я тогда не взяла, не было. Затем, когда появились у нас ступы, коктейли, тоже кидала по одной порции. И каждый брал, что хотел. То есть, если ты вкладываешь деньги, даже если закажет, ты раздала там 30 штук, даже если закажет 4-5, это уже хорошо. Вот. Значит, смотрите, как я делаю. Приходит коробка. Значит, я все заказы выставляю себе на полочку быстренько. Затем открываю наклеечки. Если наклейка не открывается, ничего страшного. Благо, сейчас на чеках пишут фамилии. И в итоге я наклейку приклеиваю сразу на пакет. Это намного увеличивает быстроту разбора заказов. Намного. То есть, как говорится, не работать за складом. Если заказов много, очень много, и в итоге моих этих два приложения не вмещают, тогда я просто раскрываю все коробки, наклейки, бац, 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 поприклеивала. Все красивенько стоит. Коробки со спецупаковкой просто пооткрывала, и она стоит. Приходит человек забрать заказ. При нем я раскрываю пакет и начинаю складывать бытовуху. Благо, косметика приходит все отдельно, а все, что спецупаковка, одежда, белье, там, аксессуары какие-то складываем дальше. И это, как говорится, намного быстрее. И ты не стоишь постоянно в заказах, а спокойно себе посидел и что-то где-то поделал. А человек пришел, выдал заказ, и все. Вот таким вот образом сейчас выглядят у меня новинки. Значит, где-то наклеила образец, где-то еще не успела. Я всегда стараюсь заказывать в двух экземплярах, то есть, допустим, кондиционеры новые, два экземпляра. Один взяла домой, быстрее пользуюсь, второй стоит. Значит, потом, когда я использовался, я не мою баночку. Ну, что касается кондиционера. Она, в принципе, чистая, у меня все стоит, красивенько. Чтобы потом человек мог открутить, понюхать, пощупать. То же самое с шампуни. Вот вы видите гель один полупустой. У меня всегда есть банка наша, когда у нас были большие гели 310 мл. Как говорится, это у меня такая банка на все гели. В итоге появился у нас новый гель, плюс нам раньше не давали, а сейчас всегда, в зависимости от категории, некоторые новинки дают по спецценам на отдых. В итоге я прихожу с этой баночкой, гель переливаю себе, ну, пользоваться, потому что срок годности выйдет. Оставляю, вот вы видите, где-то вот столечко, чтобы и аромат был. Потому что если потом принести банку из-под геля, который ты использовался, она уже некрасиво выглядит. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Все-таки и вот этот, и водный камень, и т.д. и т.п., и где-то и, ну, некрасиво. Поэтому я перелила, все, так стоит. Затем гель дома закончился, пришла, перелила следующий и так далее и тому подобное. То же самое освежители. Вот, допустим, у меня всегда есть, ну, освежители уже пользуешься, закончился. Пришла, вот, допустим, гринли акватический. Я перелила, то есть дома дальше мы продолжаем пользоваться. Где-то вот столько оставила на офисе, чтобы можно было понюхать, и все. Кстати, лайфхак для тех, кто уже имеет офис. Если пользуетесь, и даже можете дать клич на офисе, все, кто пользуется вот этими освежителями, чтобы они вам приносили банки. Можно не сами банки, можно только распылитель. Почему? Потому что иногда при транспортировке может повреждаться. И вы сами понимаете, каждый раз из-за какого-то распылителя оформлять претензии, это, ну, тратишь накладную, там, какие-то документы, потом там паспортные данные, потом человек может быть недоволен, что он хотел сейчас уже этим освежителем пользоваться, а его нету. Поэтому вот вы разбираете заказик, бац, что-то где-то сломалось. Так как у меня всегда вот эти банки пустые есть, я открутила, поменяла распылитель, то, что испорчено, выбросила, и все. Дальше еще лайфхак. Я сама постоянно всем-всем-всем пользуюсь. Я не выбрасываю банки из-под пятновыводителя и отбеливателя. Я их раздаю обычным покупателям, особенно если это новичок. Вот я вижу, что человек впервые заказал порошок, я ему даю банку, говорю, вот вы можете вскрыть, во-первых, ложка сразу пятновыводителя есть, уже ложку ему отдельно покупать не надо. Дальше получается порошок. Вы засыпаете в эту баночку, ну, благо порошка 800, а там максимум 600. В итоге вот эти 200 сразу быстро расходуете, и порошок получается, ну, не стоит открытый, не выдыхивается. У меня, у самой так, у меня все порошки подписаны в таких банках, сверху на крышке, там, для деликатных тканей, для цветных тканей, универсальный порошок. И в итоге они так одна на одной у меня стоят, много места не занимают. Если полная, значит, ложка сверху, если уже пользуются, значит, ложка внутри. Вот. Дальше спот жидкого мыла. Конечно, столько не нужно, но иногда, девочки, бывает, что носик тоже отломает. Поэтому вот таким вот образом я экономлю, как говорится, на претензиях. Дальше вы видите, вот на нижней полочке все новые парфюмы, которые появились в этом году. Я их даже не прячу на витрину. Они у меня здесь и стоят. И вот таких вот, в таком вот случае я не выбрасываю коробки. Дальше у меня стоит все без коробок, потому что, ну, сами понимаете, так места нет. Так, это что-то... А, это раньше так было тоже. Ну, вот, когда у нас были все-все-все кондиционеры. И, девочки, не постесняюсь этого слова, но благодаря тому, что у меня все были кондиционеры, раньше кондиционеры не брали совсем. Ой, ты что, вернель дешевле, и там 5 литров, или там 2 литра, и так далее. Вот пару раз понюхали, посмотрели, взяли, и сейчас кондиционеры берут просто на ура. Тем более сейчас на акту. Вот это получается то, что я говорила. Пробники помадок. Сейчас вот таких вот упаковок на помады нет, но раньше у нас были. Я с обратной стороны вот этими бирочками, где я пишу образец, поподписывала, где какие помадки. Спасибо, Маргарита. Ну, я всегда считаю, что на любой работе нужно работать. Вот и все. А если ты любишь это делать, сколько раз было, тогда я с офиса уезжала в 7 вечера, в 8. Не важно того, что ты обслужила сегодня 30-40 человек, кучу. Но у меня сегодня по плану снять видео. Как говорится, я сегодня намарафетилась, у меня там укладка накрутилась, накрасилась. Надо снять видео пока такое красивое. Особенно, когда я была в парикмахерской, меня сегодня красили, красиво уложили. Вот. На оранжевых наклейках написано образец. Но я просто делаю по стариночке. У нашей девочки печатают тестер, и затем каждое приклеивают скотчем. Ну, для меня это долго. Поэтому реши там или розовые, или там, ну, какого хочешь. Ну, главное, чтобы ярко бросалось. И все, и везде образец, образец. Или, ну, можно писать уже тестер. Пишите уже, как говорится, красиво тестер. Но это быстрее, чем печатать, и затем скотчем каждую бумажечку приклеивать. Они же все-таки наклейкой ленте. Это как обычные люди-ценники, так у меня на них написано образец. Вот. Это продукты питания. Витамины скрылись за батончиками. То есть все-все-все-все. Я даже сейчас вот не выбрасываю. Вот мы пьем витаминчики. Я чернику, муж ньютоник. Я все равно это все собираю. Потому что мало ли кто где будет собираться. Вот, допустим, коробку. Когда приезжала Таня Постовец, я коробку Тане отдала. Недавно завезла. Ну, если кому-то надо, выбросить кое-что Наташе поносю. Особенно, что касается витаминов, сразу не возьмешь. Плюс витамины меняется упаковка. Вот. Как только появилась соль, сразу все купила. Видите, сейчас соль и нет. А у меня есть. И есть всегда в двух экземплярах. Одной пользуюсь, вторая стоит. Кетчупы сразу купила. Майонезы. Ножи. Вот что пользуется. Вот ножи, точилка. Вот кофе. То есть все-все-все есть. Дальше. Смотрите. Я всегда держу коробки. Иногда они бывают, приходят маленькие коробки разных размеров, а никогда не бывает. Вот эти, допустим, длинные коробки, их раньше у нас таких не было. В них приходит нейроскакалка. Для чего я это все рассказываю? Иногда у меня бывают посылки. И сами понимаете, если на почте нужно то конверт купить, ну, давайте будем честными, все люди считают день. Вот. Поэтому я держу коробки разных размеров. Сейчас у меня еще больше было, уже порезала, было чуть ли не до потолка. Просто еще раз повторюсь, иногда бывает приходят в коробках, иногда нет. Сейчас у меня не столько посылок, а раньше было на самом деле много посылок. В итоге получается, я захожу на почту, мне дают наклейки различных размеров, то бесплатно все дают, это, как говорится, их работа. Отправляю я все посылки в наших коробках. Значит, положила, ну, в зависимости, если бытовалха, значит, высокая коробка. Дальше картона у нас хватает. Упаковываешь, чтобы оно не шаталось, почем заклеил, дома или там на офисе наклейку заполнил, и в итоге потом приходишь с готовым совсем, а не только оформили как пересылку. Вот. Дальше, еще раз повторюсь, на офисе продавать не имеем мы права, но что ни говорите, я всегда работаю для людей. Как говорится, правила существуют, чтобы их нарушать. Поэтому каталог у меня можно купить всегда. По рублю. Если они будут заказывать свыше одной штучки, значит, им добавится один на 75 копеек, а второй за рубль 55. Если они заказывают пять каталогов, значит, им добавится по рубль 0,5. Я беру все по ВИПу. 10 штук беру 100% в зависимости от каталога. Иногда беру и больше. Вот кому-то одного каталога достаточно, кому-то недостаточно. Все знают, что каталог можно купить. Дальше, вот кто-то заказы делает часто, кто-то делает нечасто. Иногда люди, которые вот просто решили сделать заказ, кто-то может посмотреть в интернете, кто-то нет, кто-то на работе делает коллективные заказы. Приходят или там звонят, у вас есть каталог действующий? Есть. Вот, допустим, сейчас у меня десятых каталогов нет. И на сайте нет. То, что я взяла, все раскупили. Дальше. Всегда у меня есть упаковочные пакеты. Что подарочные, что полиэстерные. Многих из них уже на складе нет. Потому что очень многие люди не знают, что у нас есть пакеты. Вот благодаря тому, что у меня постоянно есть пакеты, у меня сейчас, кто понял, вот эти полиэстерные пакеты, полиэтиленовые, кстати, что я говорю, полиэтиленовые, берут тонами. Ну, не тонами, я приюю это, но по 20, по 30 штук. У них на работе их берут. Потому что, девочки, вот эти, вот зелененькие, 19 копеек. Что такое 19 копеек для такого классного пакета? В Санте обычный, который, когда нанесешь, это уже не факт, что возьмешь 20 копеек. Вот. Плюс они не линяют, они красиво выглядят. Дальше, вот, допустим, было 8 марта, то все, я в чате так и написала, девочки, кому нужны подарочные пакеты, есть, приходите. Ну, это же уже логически понятно, когда человек заказал подарок, все-таки подарок должен быть в пакете Фаберлик. Пакеты у меня есть разные, есть вот эти здоровые, здоровые, по 5 рублей, есть те, которые, ну, еще раз повторюсь, некоторых уже нет на сайте, у меня они еще есть. И когда есть выбор, все-таки, ну, все должно быть сделано красиво, все должно быть упаковано. Поэтому вот такое, даже вот сама, бац-бац, ни с того, ни с сего человек куда-то пригласил, дома у меня все в двух экземплярах собрать, а пакет где взять? Даже вот где-то дарили просто подарки где-то кому-то. Наши пакеты достойные и они стоят намного дешевле, чем в различных там магазинах, там, Белсовет Чать и Сувенир, намного дешевле. Дальше вот такие, вот так выглядит место, где у меня люди расписываются, о получении заказа. Значит, в уголке это одна на одной накладные, значит, те накладные, которые приходят из бланка доставки, сверху прикрепляю перечень, это все вы должны хранить. Дальше сверху пишется ой, по пару штук, они же могут лежать. Для начала вы просто можете заказать по одной штуке, чтобы люди видели, что у нас есть пакет, ну, закажите по две. Вот образец, вот у нас есть пакет. Значит, ну, там, в принципе, все понятно, как заполнять. Там Карпович, Ольга, номер офиса, от какого открыт, 01, 01, 16, потому что каждый раз, когда что-то меняется, меняется полностью номер офиса. Дальше, от какого числа, вот если у меня доставка вчера была, значит, я ставлю 15, 07, 21, первая, вторую дату я не ставлю. Почему? Когда заберут последний заказ, вот, допустим, последний заказ у меня забрали 1 августа, значит, по 01, 08, 21, вот, и вот люди расписываются. Дальше вы видите, здесь у меня каталоги новые, дальше график работы для каждого, дальше листовочки, Фаберлик вкладывал заказы, наверное, неделю или сколько. очень часто заказы людей повторяются. Ну, как говорится, я сразу буду, думаю, наперед. Зачем одному и тому же человеку 500 листовок? Поэтому первый заказ я ему вложила, дальше я себе собирала. В итоге я насобирала такую хорошую пачку, благо заказа в то время было, так что вот мне листовочки по оплате платить не нужно. Приходит новый человек, бац, сразу ему красивая листовочка, как можно оплатить заказик. Дальше вы видите те бальзамочки, которые я дарю, вот, при заказе. Дальше вы видите новые акваспреи, средства для посуды, они у меня просто не вмещаются. Я их поставила здесь. Дальше вы видите, есть у меня пару еще каталогов флоранш и витамины. Дальше, ну, сколько? Ну, наверное, с этого года. Ну, не так давно. Года еще нет. Я начала тестировать и заходит очень классно. Там, где люди расписываются, я ставлю все водички, которые сейчас в каталоге на акции. То есть, вот, начинается десятый каталог, первый мой рабочий день, вторник, я прихожу, я открываю каталог и ставлю все-все-все воды, которые сейчас на акции. Предыдущие ставлю обратно. Почему я это начала делать? Потому что кто-то спросит, а можно понюхать водичку, а кто-то постесняется. И сами понимаете, воды и стоят хорошо, то есть, это все наш товароборот, и баллы дают хорошие. Поэтому я, вот, допустим, как я уже рассказывала, то заказ не разобран, то очередь, то-то-то-сё. Чтобы человек, как говорится, не грустил, вот водички, которые на акции, можете выбрать себе. Вот, справа мужские, слева женские. Вот, допустим, все, кто у меня вчера забирал заказы, я сразу говорила, девчонки, обратите внимание, сейчас Викинг и Валькирия на шикарной акции. Так они 43 рубля стоят по каталогу, а если берешь 2 по 52, то это вам за 20 рублей выйдет 2 партнера. Бац-бац, можно нанести, можно, пшик-пшик, люди пошли. Понимаете? Вы посмотрите, из тех-всех людей, которые меня забирали, 3 человека стабильно закажут воды. Это более 20 баллов будет у каждого. Ну да, помогаю другим структурам, но мне, поверьте, мне не жалко. Я это все делаю для себя в первую очередь. Дальше там чуть-чуть не видно, у меня есть пробники некоторых средств, пробники пятновыводителей, пробники порошков, дальше у меня есть ложки для порошков, как я уже рассказывала. У меня просто муж уже набрался, раньше муж вот эти банки с пятновыводителей забирал там на какие-то шурупы и так далее, сейчас ему их уже не надо. Ложку я помыла, она высушила, вот человек впервые заказывает форшок, бац, красивенько, в подарок ложка. Это моя библиотека, значит, места уже мало, мужа просила сделать полку, но я, правда, еще не подумала, куда, не придумала, куда ее повесить, но вот библиотеку наполняю, ну и плюс еще сказала, две полки дома. значит, как я уже говорю, вкладываю деньги в офис. Раньше, девочки, я такой не была, но еще раз повторюсь, раньше у меня товарооборот был малый, и я была жмотничеством занималась, сейчас я вкладываю деньги в бизнес, и, конечно, нам компания, девочки, очень хорошо помогает, вы все знаете, в прошлом каталоге у нас была акция 9 рублей, вы все видели, или я кидала в чаты, за два дня у меня за один день более 100 заказов пришло, и плюс, открою вам секрет секретов, объемная скидка, вот, кто там в маркетинг плане, скидка от компаний и так далее, вам в оборот офиса идет, то есть даже когда люди расписываются, к примеру, вот человек заплатил 29, но когда он расписывается, в чеке стоит, к примеру, там 35, то есть вот эта розница, вам идет в товарооборот, просто человек платит меньше, а в товарооборот вам идет, потому что человек купил больше, вот, как только у нас появились умные диагностические весы, я сразу первая написала прошение, еще их свободной продажи не было, я писала заявление, и как только они появились, мне сразу подключили, да, я за них заплатила почти 200 рублей, но просто, как говорится, не хватает времени, но можно, так как работают компании, вот, допустим, Herbalife, NL, это умные весы, которыми можно на самом деле шикарно продавать наши коктейли, супы и так далее, ну, как я уже сказала, покупаю парфюм полноценных флаконов, для меня сейчас офис, это встреча с командой, то есть, как я уже сказала, хотя многие из них я регистрирую через мессенджеры, через соцсети, при личных встречах, но все равно они забирают заказы у меня, с каждым общаюсь, забирая человек в заказе, если это новичок, я сразу говорю, смотрите, в следующем каталоге при заказе на какую-то сумму вы получите вот такой вот этот, если вдруг у вас заказа не будет, этот подарок не пропадет, он за вами уже закреплен, на три каталога, есть, ну, там, про лайк вот рассказываю очень часто, вот, где-то сама делаю листовки, где-то вот, если мы собирались раздавать, девчонки приходили, каталоги у меня есть всегда, делали листовки, планировали различные акции для структуры, но сейчас вот коронавирус очень много сдвинул, поэтому встречаться начали реже, но благо есть чаты, фотосессии, дни рождения, где-то что-то праздновали, новогодние огоньки, вот последние два года новогодние огоньки у нас были в пафе, ну, как бы, мы уже представительно это все делали с мужьями, а до этого мы всегда встречались на офисе. Мастер-классы, какие у меня были мастер-классы? Мастер-классы были, когда появились прокладки, пару человек пришло, меня снимали, он у меня есть на YouTube, это, может, за первый мой видеоролик с лицом. Дальше, чайпитие было, очень хорошо мастер-класс гран-3 заходил, бизнес-встречи, как я уже сказала, место, где я только снимаю видео, у меня однокомнатная квартира, как говорится, нету свободного места вообще, вот сейчас я сижу на кухне, с вентилятором, больше сильно и негде посидеть, потому что в спальне у меня получается, места мало, один шкаф, такая, не знаю, как называется, подставка под одежду, то есть, если я там буду везти, вы будете видеть всю одежду, которую я буду везти, ну, как там, не хочется, хотя я уже все рассказала, но, как говорится, я выбираю там, где мне удобно. Консультации, консультации чужих структур, консультации своих, по продукту, по каким-то заказам, по акциям, ну, общение, обязательно, девочки, если вы любите общаться, тогда офис для вас, если вы ведете затворнический образ жизни, если вас раздражают эти люди, раздражают нытики, раздражают там, ну, знаете, всякое бывает, где-то приходит мужчина, знаете, и после такого, и там накуренный, и там, ну, с потом, там, руки в мазуте, то все, ну, они, конечно, извиняются, но я все прекрасно понимаю, если вас это все раздражает, офис не для вас, это точно, и как я уже написала, личностное развитие и воспитание себя, потому что люди не должны видеть ваше плохое, плохое настроение, что у вас там что-то случилось, и так далее, вот, допустим, у меня пару недель назад было такое, что мне, как только я приехала, позвонила мама, что умерла тетя, ну, как говорится, это у меня в семье произошло вот это, люди же здесь ни при чем, то есть на людях это абсолютно ничем не отразилось, ну, да, завтра у меня похороны, но, ну, что сделаешь, люди, еще раз повторюсь, здесь ни при чем, ну, правда, вот это все у меня много заложила школа, потому что нас все-таки в колледже учили, но еще раз повторюсь, старшего директора сделать на офисе за 3-4 года ничего не стоит, и это, как говорится, будет ваша первая линия, ну, как бы регистрируйте сами, как хотите, веточку, первую линию, и личное общение дает больше товарооборот, чем по интернету, потому что как ты преподносишь все, так и больше заказывают, раньше такого не было, а сейчас очень многие делают повторные заказы, у меня есть люди, которые ко мне приходят в каждую поставку, то есть в каждую поставку у них заказы, вы представляете, сколько у них заказов в каталоге, по 6-7 заказов в каталог, есть люди, которые поделают по 200, по 350 личных баллов, значит, лайфхаки, раньше такого не было, не, проверяли я заказы всегда, не знаю, это, наверное, учительская нота, от нее не уйдешь, сейчас, когда у нас мы перешли на партнер 2.0, и новые приложения, они получаются взаимосвязаны, раньше, если кто-то делал через сайт, можно было изменить заказ, а через приложение нельзя, я просто к чему, иногда люди заказывают с ошибками, ну, сейчас такого как бы нет с этим партнером, а раньше, вот, допустим, надо было брать промо-акции, а они взяли в основной заказ, разница бывает по 3-4 рубля, понимаете, и потом, когда человек придет, и он скажет, а почему в каталоге, допустим, там, к примеру, крем, там, помада, в каталоге написано, там, 4.29, а у меня 7.19, и понимаете, вот этот негатив будете выслушивать вы, и плюс, если вы человеку будете подсказывать, этот человек останется с вами навсегда, даже если он, повторюсь, чужая структура, поэтому сейчас мы можем сами редактировать заказы, если я вижу, допустим, мой человек не забрал лайк, а я знаю, что он 100% делает заказы каждой каталоге, открываем заказы, карандашик редактировать, главное, чтобы там не было дефицитного товара, если девочки, там есть дефицитный товар, я даже не лезу, потому что, как только я влезу, его заберут, и потом не будешь знать, куда деться. В итоге, бац, я зашла, забрала лайк, написала человеку на вайвер, там, здравствуйте, Елена, вы немного неправильно сделали заказ, я вам его переделала, вам к оплате будет на 4 рубля дешевле, даже если человек оплатил, но если не автоплата, оно не сочеталось. О, хорошо, спасибо. Все. Дальше, ну, как я уже говорила, как только появляется новая фамилия, сразу добавляю чат, значит, акции на ПВ бывают на ступу и на определенный товар. На определенный товар, это, допустим, вот, как я вот говорила, там, закажи там то-то, то-то, получи от меня то-то, то-то. Если на определенный товар, тогда подарки дарятся всем. Если на определенную сумму, тогда подарок должен быть классный, на самом деле классный. Сумма зависит от вас. Вот, к примеру, я дарила, вот что-то дарила, где-то за 30 рублей, что-то было, ну, что-то для дома, не помню, может, чайник. Одним словом, не важно. Еще раз повторюсь, вам главное, что чем больше людей участвовало, поэтому я, допустим, значит, понапечатывала я лотерейные билетики, вот так и написала, лотерейный билетик, значит, потом пронумеровала, сначала я нумеровала, ну, на компьютере, а потом поняла, что я могу эти листики дальше использовать, поэтому я нумерацию расставляю сама, потому что неизвестно, сколько раздастся. Вот, и затем, допустим, при заказе в чеке на 45 рублей вы получаете лотерейный билетик. Если там заказ на 100 рублей, значит, два лотерейных билетика, то есть акция кратная. То есть логически, если человек на 38 рублей заказ, значит, он уже не участвует. Вот, ну, и написала, акция кратная, и каждого заказа проверяю, но сразу хочу сказать, люди за этим не следят. Вы, конечно, увеличите себе работу. Я просто к чему? Что, когда я выдавала, вот, допустим, у тебя номер 5, значит, я писала, эй, смарт номер 5, потому что люди не следят. Вот ты так пораздаешь, вроде бы, с нумерацией, а когда начинаешь подводить по генератору, да. Если человек лично забирает, значит, я ему в руку даю. Если забирает там муж, ребенок, соседка, подружка, значит, бросаю в заказ. И, если человек делает несколько заказов, значит, у него несколько билетиков. Ну, вы сами понимаете, чем больше билетиков, тем больше у тебя возможностей выиграть. Но еще раз повторюсь, если вот эту акцию проводить, нужно писать фамилии людей. Кто-то потеряет, ну, хотя некоторые были, приходят там уже через пару месяцев, ну, кто не следит за этим, приносят, вынимают кошелька, желтые бумажечки. А что мне с ними делать? Говорю, ну, акция уже прошла, вы не выиграли, чтобы вы выиграли, я бы вас уведомила. Поэтому я пишу сама еще для себя на листик фамилии. Затем подвожу итог, то есть, как обычно, снимаю видео через генератор случайных чисел, показываю вот рукой, что мы разыгрываем, там бла-бла, там это, то все. И затем уже по списку выиграл такой-то, уведомляю этого человека и все вот эти видео кидаю в чаты. Вот. Дальше, к Новому году обязательно подарки, но не все. Ну, извините, я же не знаю, кто сделает заказы перед Новым годом. Поэтому, опять же, готовимся заранее, чтобы потом, как говорится, это не влетело в копеечку. Только распродажа, заказали. Только распродажа, заказали. Только распродажа, заказали. И, допустим, вот, перед Новым годом по-любому три поставки. И поэтому все те, кто на этой неделе перед Новым годом, забирают заказ, от меня лично получают подарочек. В прошлом году я дарила каждому календарь и батончик. Вот. К 8 марта тоже. Ну, когда, хотя некоторые говорят, что за привычка у девок дарить подарки девкам, ну, как говорится, от меня, с меня не убудет. но это тоже ту поставку, ой, ту поставку, в ту неделю, когда 8 марта, или же, допустим, перед, в один день можно, с праздником, с праздником, с праздником, что-нибудь. Понимаете, людям, что бы вы ни подарили, будет приятно. Плюс, это же вы все равно покупали, вы же потратились. Дальше, как я уже сказала, предлагаю каталог. Человек забирает заказ, я говорю, у вас в заказе каталога нет, вам нужен. Вот кто-то специально отказывается, а кто-то делает в последние дни, когда каталога уже нет. А, да, конечно, сколько стоит, и все, то есть каталог взяли. Дальше, про новинки я сказала, вот, про распродажи тоже сказала, работать с деревней. То есть, регистрируйте деревни, особенно если они большие. Поверьте, люди в деревнях имеют и нормальные телефоны, и ванны, и туалеты, они все красятся, моются, и так далее, и тому подобное. Предлагайте, если у вас много людей, можно где-то как-то доставлять коллективно. Вот, допустим, с моей деревни возле меня работают две девочки, они ездят часто в деревню, я так не езжу, они ездят часто, поэтому я заказы своим девчонкам передаю там, оставляем мы заказы в магазине, никаких вопросов, то есть, допустим, Вера забрала заказ в троих, завезла, оставила в магазин, я ей написала, завтра с утра ваш заказ будет в магазине продуктовом, зайдете, заберете. Никаких вопросов не было. Работаю уже так два года. Можно высылать, по поводу пересылки, можете договариваться, или, допустим, завес будете ложить мне на телефон, или же говорите, если вы, допустим, будете делать заказ на 50 баллов, тогда 50 на 50, или можете сказать, бесплатно вышлю, если на 100 баллов бесплатно, ну, как предложите. Дальше, конфетница. У меня всегда уже давно есть конфеты, я купила себе такое декоративное ведерко, такое интересное, и у меня всегда там леденцы, леденцы покупаю, те, которые сама буду есть, то есть, не такие, что вот мне не нравится, как говорится, то десна порежешь, что-то такие красивые, вкусные, разноцветные, и так далее, и тому подобное, и обязательные условия, чтобы она не была полупустая. Да, где-то иногда бывает за день, почти вот это все ведерко разберут, у меня всегда лежит пакет, жменька, добавилась, опять полная, опять полная. Очень часто девчонки прикалываются, говорит, господи, дома никто эти леденцы не ест, а ко мне, говорит, у тебя прям просто приходят с маленькими детками, и мне, а можно еще одну, некоторые, ну, как говорится, каждый по-своему, но конфетница должна быть, тем более, если сейчас, ну, шоколадные, сами знаете, где-то и в копеечку, плюс такая жара, она потечет, а так вкусненькие, и вот даже кто-то приходит, мало ли, вот мужчины приходят за заказом, сразу, а можно угоститься конфеткой? Конечно, можно, то есть, знаете, иногда хочется такое настроение, чтобы подпластить, значит, ошибки держателей офиса, не любит общение, вот, не любит людей, то есть, тебе люди приходят, а ты, извините, такие подробности, все время с недовольной мордой, по-другому я не могу сказать, такое бывает, где-то и продуктовый приходишь, где-то за какие-то одежды, мне так и хочется сказать, если вам не нравится ваша работа, какого фига вы здесь работаете, вот так и реально хочется сказать, то есть, вы должны быть на самом деле, вот, чтобы к вам хотелось идти, вы должны помнить, что люди, в первую очередь, идут на человека, вот сколько раз было, еще раз повторюсь, 9 лет на офисе, девчонок поудаляли, они порегистрировались, неизвестно где, ходили ко мне, обслуживались, 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 я уже, кстати, сколько раз обращала внимание, если вдруг человек ни с того ни с сего пропал, значит, 100% ушел в бикет, 100%, я уже с этим сталкивалась миллион раз, вот, и затем, вы сами знаете, время идет быстро, человека быстро удаляют, а так как с интернетными людьми она не общалась, а тебя она знает как представителя Фоберли, через некоторое время пишет на Вайбер или звонит, мол, Олечка, привет, я что-то не могу зайти к себе в личный кабинет, а я-то знаю, что ее давно не было, ну, как говорится, нужно же прикинуться чуть-чуть, говорю, ой, напомни фамилию, имя, отчество, то есть, я проверяю, говорю, знаешь, тебя удалили, я могу тебе оформить по-новому факту, и тем более, ты продукт знаешь, ты еще и подарки будешь собирать, а, да, конечно, не вопрос, девочки, перерегистрации нет, быстренько, бац, 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 зарегистрировал человека, и у тебя новый человек, очень много людей у меня таким образом зарегистрировались из чужих структур, нарушения нет, кстати, очень много ходила, просилась, вот, вот, Наташа, видите, все бывает, очень много людей просилось зарегистрированных, вот даже буквально в этом году одна, она делает очень хорошие заказы, может быть, кто-то где-то и нарушил бы, но, девочки, это не я, я знаю, что за это бывает, и знаете, за столько лет в компании, я не хочу из-за каких-то там 15-20, даже если 100 баллов, портить свое имя, вот она мне написала, ой, Ольга, мне иногда перед вами так стыдно, я вам там задаю вопросы, вы меня консультируете, то, 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 а тот, кого я зарегистрировалась, мне не, когда может мне к вам перейти, все-таки это и вам было бы выгоднее и так далее и тому подобное, вот так человек мне и написал на вайбере, на что я сказала, знаете, Елена, у нас это запрещено, как говорится, ну, уже как есть, пожалуйста, делайте заказы, если будут какие-то вопросы, спрашивайте, не вопрос, помогу, подскажу, но все-таки нет, оставим так, как есть, все поняла, спасибо, все, то есть, не заниматься этим, девочки, все, во-первых, это наказуемо, плюс это возвращается, если я этим не занимаюсь, я никогда не думаю, что где-то кого-то у меня перерегистрировали, кстати, иногда встречаю людей, которым наставники до сих пор высылают заказы, хотя офис, вы сами видите, уже 9 лет, то есть, до такой степени, директора не доверяют другим людям, то есть, 100% сами занимаются перерегистрацией, и думают, только бы моего человека не забрали, да не нужны мне ваши люди, у меня своих хватает, значит, он считает, что офис мой личный, нет, девочки, вот если ты работаешь дома, в интернете, да, ты здесь уже сама себя хозяйка, хочу работать, хочу не работать, как говорится, а здесь нет, ты уже работаешь напрямую с компанией, ты лицо компании, Фаберлик воспринимают как тебя, то есть, извините, если ты говоришь, что у нас мега крутая кислородная косметика, там, та-да-да-да, а сама, извините, обидно, что неухоженное лицо, там, прыщи, без косметики, и так далее, и тому подобное, что ты будешь рассказывать, то есть, это лицо компании, и дальше, ну, конечно, я всегда так говорю, не нужно давать ездить на себе, потому что за мое время люди всякие бывают, одна мне вообще угрожала повидеть, сейчас уже Олечка, это, но, еще раз повторюсь, Фаберлик будет ассоциировать с вами, поэтому офис не ваш личный, должно быть одинаковое взаимоотношение и с чужими, и со своими, обязательно, да, если люди по продукции, не вопрос, подскажу, как оформить заказ, там возвраты претензий, все принимается, все красивенько рассказывается, но если человек начинает что-то делать в бизнес, знаете, с этими вопросами вам надо обратиться к вашему наставнику, я вам здесь ничего не могу помочь, вот, про негатив я говорила, вечный обед, вот девочки, расскажите, поставьте, пожалуйста, пятерочки, кому нравится, когда вы заходите, допустим, в какой-то офис, или там какой-то магазин, там вещевой, или еще, и там сидят и едят, там разложено, котлеты, салаты, там то есть, и ты ходишь, и там ароматы еды, на тебя никто не обращает внимания, у них свои разговоры, у них сплетни и так далее и тому подобное, я думаю, это не понравится никому, не, я ничего не говорю, иногда бывает, что когда, как говорится, голод не тетка, всякое бывает, тем более возле меня тетрия, я правда там пару раз сказала, мне как-то не очень нравится, но не в суть, иногда бывает, но, конечно, извините, там то все, все красивенько, руки вытер, губки вытер, все пошел, там бла-бла, некоторые приходят, там даже вот чай пьешь, приятного аппетита, спасибо, но ты сразу с человеком, то есть, никакого вечного обеда, а как бывают некоторые вязания, кто-то вяжет, кто-то вышивает, или как она разговаривала, там по телефону, с кем-то там сплетничала, и в итоге этот человек слышит, как ты рассказываешь там про кого-то, особенно, когда называются имена, фамилии, вот меня само это бесит, и в себе это не приемлю, вот дальше, обязательно, вот у меня дома, наверное, 17 партюмов, очень много брендовых, очень много дорогих, но они у меня могут стоять долго, почему, потому что у меня приняты, на офис только аромат Фаберли, только аромат Фаберли, потому что обязательно кто-то где-то просит, а какая у вас водичка, а представляете, вы говорите, там, у меня Дона Карра Нью-Йорк зеленая, ага, а сама тут нам продает, а сама то не пользуется, дальше, я полностью одеваюсь в Фаберли, то есть, если кто-то спрашивает, ой, а вы не знаете, какое белье, особенно, если это свой человек, девочки, я вам честно говорю, сейчас лето, я могу не постесняться, у меня белье Фаберли, я никого нету, смотри, вот этот лифчик, я брала два года назад, вот сама посмотри, бац-бац, ты что, такие еще есть, там не закажи, у меня всегда есть сантиметра, мы сразу ее грудь под грудью, бац-бац, особенно, если человек не зарегистрирован, вот вам регистрация, вот вам сразу заказ, человек выходит сразу на подарок, и так далее, и тому подобное, и такое бывает, те во дворе, в ближайших домах, у меня зарегистрированы, то есть, первое, когда вы открываетесь, вы должны обойти с рекламой, ваше окружение, ваши близостоящие дома, будь то частный сектор, будь то многоэтажный, вот это все нужно обойти, ну и не знать новостей компании, вот допустим, мы узнали, что у нас лайк Фаберли отменяется, я сразу видео сняла, во-первых, конечно, нужно самой изучить это все, видео сняла, подробно все рассказала, описала во все чаты, и сразу, если что, всем говорю, хотя иногда до сих пор, вот позавчера, женщина забирала заказ, ой, знаете, а что делать с баллами, вот меня в этом заказе 18 баллов, ну как бы люди до сих пор еще помнят, значит, оборот вы видите разный, где 606 и 596, это зима, когда вот праздники и так далее, вот вы видите сами оборот, у меня 4%, ниже, это оборот сейчас, вот где 323 заказа, это у меня оборот за прошлый каталог, значит, смотрите, идет, 14 тысяч, вот допустим, где 323 заказа, 14 тысяч, с учетом претензий 13 958, то есть, когда вы создаете претензию, и когда она принимается складом, сразу автоматически вычитается с вашего товарооборота, возвраты, так как они не оплачены, они в сумму вообще не входят, но смотрите, прошлый месяц у нас, что, июль, значит, у меня оборот 13 958, в периоду прошлого года, смотрите, в прошлом году, в 20-м году, у меня было 21 172, представляете, как упало за год, а я могу сказать, почему, потому что это то, что всегда говорит Оксана, потребители ищут купить там, где дешевле, девочки, за эти года у нас открылся светофор, у нас открылась Мила, остров чистоты у нас открылся, и два хита, вы сами понимаете, почему у меня упал товарооборот, это не значит, что я начала работать хуже, но те люди, которые любят Фоберлик, которые понимают, что такое Фоберлик, что такое бытовая химия, что такое крема, и так далее, и тому подобное, они со мной очень много лет, ну, а кто захотел, тот ушел. Дальше, оборот с начала периода, вот 188 заказов, это за вчера, но уже больше, потому что вчера было очень много выдано заказов, сейчас у меня более 9000, то есть уже, я логически понимаю, вчера было 15 число, у меня уже более 9000, а в прошлом месяце, за месяц было почти 14000, поэтому, как говорится, я логически понимаю, что за июль месяц у меня будет товарооборот больше, но почему? Потому что компания дала 9 рублей, и весь товарооборот пошел на июль, вот и все. Вот, доход октябрь-декабрь, вы видите сами, значит, 4% от товарооборота. С этого дохода я плачу аренду, у меня 15,6 квадрата, аренда в среднем 250 рублей, это почти 100 долларов, и периодически мне приносят за газ и за свет, то есть каждый месяц он у меня не берет. За газ зимой идет, конечно, больше, потому что он уж топится каждый день, за свет я плачу, можно сказать, вообще копейки, почему? Потому что, так как у меня газ, раньше у меня за свет было намного больше, вентилятор, обогреватель я включаю редко, и плюс 3 дня, считайте, с часу до 6, но свет горит, конечно, постоянно, потому что окна как такового света у меня оттуда нет, вот, поэтому, говорю, периодически приносят за свет и за газ, вот, считайте 100 долларов аренда, потом, когда много заказа, у меня помогает помощник, помощнику я плачу 1% от товарооборота, все по-честному, вот, ну, и остальное остается вот где-то на какие-то новиночки и для себя любимой на покупочке. Это что было октябрь-декабрь, сейчас смотрите, апрель-июнь, вы видите, уменьшилось и уменьшилось в два раза, вот, то, что я и говорила, но еще раз повторюсь, вы должны понимать, что даже если вы впритык-притык, офис вам дает 23%, 23% вам дает структура, ваша задача выстроить там крепкую структуру тех людей, которые будут у вас покупать постоянно несколько лет, вот, меня есть, так, Николайчик, Эйсман, еще кто-то, вот, три человека, которые со мной с открытия с июня 12-го года, вот, вы представляете, сколько они мне денег принесли, и одна из них, вот, я говорила, делает 100, 150, 200, 300 баллов, в зависимости от того, ну, какой каталог, она сама ходит в Фаберлик, она пользует, хотя раньше она была и Арифлейн, и Эйвен, и НСП, где ее не было, я ее никогда ничего не заставляла, потом человек решил, отовсюду ушла, вот она за этот сезон, чтобы вас не обмануть, может, 16 костюмов спортивных этих цветных продала, себе взяла, дочке взяла, у нее одна женщина, все цвета взяла, ну, каждый по-своему, она скида, кстати, никому не делает, она дарит хорошие подарки, вот человек у нее там купил там на 200 рублей, она и крем хороший, ну, вот вам кто-нибудь часто дарит за 11 рублей, там, что-нибудь, даже если она взяла его подарок, даже если взяла на полайку, ничего страшного, так, еще не заканчиваем, но подведем итоги по офису, будет сложно, девочки, вы к этому должны быть готовы, но я лично трудности не бою, жизнь и состоит из трудностей, из каких-то взлетов и падений, но если бы этого не было, она бы была скучная, мы бы ходили здесь, как бялые мухи, наверное, они сейчас в это, вот видели нашествие божьих коровок, вот, зачем нужно плыть, летать, ну, конечно, не столько, но, девочки, не нужно бояться преград, если вы хотите быть в бизнесе, а не присутствовать, тогда трудности будут всегда, люди бывают разные, но с любым можно найти подход, еще раз повторюсь, года полтора назад одна меня хотела побить, ладно, отвлечемся, расскажу, девочки, вот, появился новый человек, всегда, когда появляется новый человек, я как бы сразу проверяю, чья это структура, проверяю российская, Москва, по-моему, не буду называть имя, фамилию, так как у меня две странички в Одноклассниках, где много трагичных людей, я в одной страничке поискала, во второй, нашла ее, ну, без претензий, без ничего, написала, мол, здравствуйте, Светлана, смотрю, вы зарегистрируете, сделали заказик, ваш заказ придет тогда-то, тогда-то, до вторника вам нужно оплатить, так-то, так-то и так далее, все, не вопрос, человек не ответил, хорошо, спасибо, рассказала, как найти, все, значит, девочки, что вас не обмануть, я этого человека видела два или три раза, ну, не с тут, вот, у меня куча чата в Вайбере, и тут она кидает ссылку в группу в Вайбере, мол, присоединяйтесь к моей группе в Поберли, ну, всякое бывает, то есть я понимаю, что она решила попробовать бизнес, ее наставник учит таким образом, но в чем логика, зачем людям присоединяться в чат в Поберли, если это, ну, офис в Поберли группа, на что ей культурно, в личку девочки пишу, без всяких этих, ничего, Светлана, здравствуйте, это, конечно, ваше дело, но я не понимаю смысла приглашения людей в группу в Поберли, я так понимаю, вы ее создаете с целью регистрации новых покупателей и продаж, вы же кинули в чат, где все зарегистрированы, в чем смысл? Все, она мне абсолютно ничего не ответила, абсолютно ничего, приходит за заказом, с какой-то подругой, с нарощенными волосами, и та подруга заходит первый раз, и такая, о, смотри, здесь даже в коробке могут упаковать заказы, то есть сто процентов сравнила с Арифлэйм или с чем еще, потом я молчу, я просто молчу, я выдала заказы, распишитесь там, там начинает, о, смотри, даже пакеты нормально не может положить, там опять там что-то, там то-то, все, все, человек забрался, как, как говорите, ну поговорили, поговорили, говорите все, что вы хотите, уходите, в итоге эта звезда такая поворачивается, говорит, Ольга, нечего меня учить работать, я бываю грубой, еще раз, мне сделайте замечание, вы об этом пожалеете, девчонки, я человек миролюбивый, как бы я не конфликтный, ничего, как говорится, всякие люди бывают, но я нигде не участвую, я всю жизнь на позитиве, я просто офигела, ну, она, конечно, на повышенных тонах, первое, что я говорю, говорю, ну, если вы такой человек, вы как бы сами покажите свое воспитание, это во-первых, во-вторых, вы кинули приглашение в свою группу, в мою группу, вы спросили разрешение, можно в мою группу кидать чужую струк, это второе, и третье, заказ забрали, будьте добры, покиньте мое помещение, все, она ушла, меня начинает трясти, я серьезно говорю, я никогда с таким не сталкивалась, абсолютно, позвонила, помню, Оля Сенькевич, в общем, там что-то поговорила, то все, отошло, а сама себе думаю, ну, неужели ты вот дура или кто, ты же собираешься заниматься продажами, или еще там чем-то, ты же собираешься дальше приходить ко мне за товаром, как ты будешь со мной общаться, да-да, вот, и приходит она на следующий раз, у меня была знакомая, вот, и она приходит за заказом, как ни в чем не бывало, начинает Олечка, там, да-да-да-да-да-да-да, забрала заказ, ну, я как ни в чем не бывало, заказ, пожалуйста, распишитесь, там, то-то-се, и она такая поворачивается, несмотря на то, что, повторюсь, у меня была знакомая, она поворачивается, говорит, Ольга, извините меня, я в прошлый раз была какая-то сама не своя, я не знаю, почему я так сказала, это на меня там не похоже, там, бла-бла-бла, то-то-то-то-се, вот, и говорю, конечно, я как бы это уже забыла, всякое бывает, молодцы, что это признаете, что там попросили прощения, то-се, и через некоторое время я вижу ее уже с животом, то-се, я понимаю, что она была на гормонах, как бы вот повышенных, там, но с другой стороны, при чем здесь я, ну, у тебя там гормоны играют, как говорится, я сделала выводы, но вот такая ситуация у меня была, вот, дальше, ну, как, возвращаемся к нашим офисам, работала в минус, благо у меня не государственная, а частник, я красивенько подошла, вот, допустим, у меня, по-моему, до 15, я даже не контролирую, я первое время подходила, сейчас плачу, когда мне получается, значит, у меня, там, подождите, там оплачу это, или можно на два раза, не вопрос, плюс еще вернусь, офис тот был у меня холодный, оттопилось от котла, когда оттопилось, когда не очень, постоянно был обогреватель в итоге, и там с почками были проблемы, и ты все, что хочешь, но об этом я уже давным-давно забыла, у меня сейчас все удобно, красивенько, вознаграждение, которое платит офис, вы видели, значит, это все легально, платится налог, но имейте в виду, что касается Беларуси, мы не состоим ни в каких реестрах, так как у нас нет кассы, нет продаж, мы просто выдаем оплаченный товар, поэтому логически к нам никакая проверка прийти не может, потому что мы в реестре не состоим, как торговый объект, вот, это огромнейший плюс, но вы должны понимать, что особенно вот, что касается маленьких городов, все друг друга знают, и если вы начнете там торговать, как в настоящем магазине, имейте в виду, что к вам может прийти контрольная закона, и тогда штраф очень хороший, и это вносится сразу в базу данных, если у вас штраф, и о данном нарушении узнает Фаберлик, потому что в Фаберлик тоже есть база данных на нас, там очень хороший юрист, так что, девочки, еще раз повторюсь, если работать честно, все в этой жизни возвращается. Так, все лидеры, которые были, приходят, уходят, все мои директора, и еще раз повторюсь, лидеры, теплого круга, моего города, можно сказать, поэтому это очень хорошо для бизнеса, вот у нас есть совместные фотосессии, всех фоток невозможно найти, мы и в Финск ездили, и в Брест, и вот в Драгичине у нас, наконец-то, у нас съемки вроде бы есть, но не было, вот именно фотостудия, открылась фотостудия, на Новый год мы ходили, сейчас планируем в Финск, снова съездим на фотосессию, это все командное фото, и именно люди из моего города, но, конечно, есть и те, которые приезжают, и приезжают издалека, но они все равно пришли на моих девчонок, которые из моего города, вот, лидеры, которые имеют офис, Белозерск, Коба, Светлана, этот офис держала я, затем с наработанным местом, с товароборотом передала своему лидеру, значит, офис можно открывать с 9%, иногда бывают акции, но они бывают редко, мол, в развитии регионов, тогда можно с 6%, а так с 9%, дальше Береза Оля Сенкевич мы решили открыть, потому что это большой город, там офис был один, там человек работает завскладом, ее не видно, не слышно, она не директор, она зарегистрирована по Берлике еще, по-моему, раньше Оксаны, но у нее огромный товароборот, она работает, девочки, наверное, два раза в неделю с 5 до 7 вечера, заказов там намного больше, чем меня, представляете, какая-то очередь, ну, человек просто имеет, допустим, там, тысячу рублей, и она работает, по-моему, учителем, ну, почему бы не иметь такую вот дополнительную зарплату, поэтому мы решили там открыть офис для Оли, конечно, ей первое время было очень тяжело, она взяла чем, что у нее график работы с часу до 6, то есть она намного дольше работает, работает, сами видите, ездит, что Света Попот, что Оля Синькевич ездят из других, Света ездит из городского, агрогородка Хомс, это где-то километров 15 до Белозерска, я в Белозерск, когда ездила, мне было 40 километров ездить, вот Оля Синькевич ездит в Березу за 50 километров, два раза в неделю. Большая Берестовица, это девочка, которая пришла на меня, я ее зарегистрировала в Оле Синькевич, и она у себя в поселке держит офис, там была когда-то другая структура, но так как они были не местные, видно, ничего не шло, в итоге Марине повезло, она сразу сказала, я хочу офис, она, как говорится, мышления бедного не было, красивые помещения сняла, и вот держит, развивается, работает, по-моему, бухгалтером, но тоже держит офис. Вот вы все слышали, что с 1 апреля Наташа Понастюх открыла у нас в Драгичине, как я уже говорила, у нее в центре города, хорошая проходимость, в рекламу она вложилась, молодец, и в офис вложилась, и я знаю, что все это вернется, вернется в очень хорошем результате, но, конечно, не сразу, как я говорю, от полугода до года нужно, чтобы войти в плюс, не в очень сильный, но в плюс, и, как я уже сказала, скоро будет в моей структуре новых два офиса, пока это секрет, но скоро будет, мы будем, конечно, открывать все торжественно, так что ждите новостей. И в прошлом году, в конце года, меня ждал сюрприз, про который я не знала, так как все было закрыто, у нас форум проходил в Белоруссии онлайн, и, заметьте, девочки, я живу в Брестской области, в провинциальном городке, где где-то 16 тысяч населения, мой офис занял третье место после Бреста и Барановича. Это города, которые намного больше, то есть, как вы видите, Пинск намного больше, Дрогичина, здесь не было, что там еще, Солин, Лунинин и так далее. Одним словом, для меня это был очень шикарный сюрприз, и вот этот диплом красуется у меня на офисе, и вот, знаете, знаешь, для чего ты это все делаешь. Ну, а сейчас поговорим про вопросы, которые были заданы. Значит, на некоторые, может, я уже ответила, ну, будем смотреть. Так, интересуют цифры, во сколько может обойтись аренда помещения вместе с нормальной проходимостью в необластном городе, сколько квадратных мер права оптимальна, сколько обслуживается клиента в среднем, сколько баллов они приносят, какие есть нормы по этим баллам. Значит, будем идти с конца. Баллы к офису не относятся абсолютно. Как я уже сказала, нужно 3000 минимальный товарооборот, чтобы вам платили 3%. Вот. Дальше. По поводу клиентов в среднем, ну, меня много. Поначалу, вот, например, Наташа, сколько у тебя заказов приходит? Бывает 8-7, у меня тоже где-то бывает 10, это может быть четверг, когда два дня идет на сборку. А нет, не два дня, один. У меня получается на вторник сборка 4 дня, на среду 2 дня, а на четверг 1 день. Поэтому клиентов каждый раз по-разному. Метров можно и от 7 метров. У меня в Белозерске сначала было 7,2 метра. Но все зависит от суммы. У меня в Белозерске было 7 метров, и я платила больше, чем в Дрогичине за 15 метров. Все зависит от цены девочки. Когда я открывала Белозерск, год стабильно я платила доходом от офиса Дрогичина, аренду Дрогичина и Белозерска. Плюс еще я ездила сначала вообще на автобусе по 2 часа с ноутбуком. Благо сейчас хорошие телефоны, на офис можно и с телефоном. Если у вас, девочки, ноутбук, очень круто. Тогда ваш бизнес всегда будет с вами. Вы дома, у вас там вся информация забрали, пошли на офис. То же самое. Значит, аренда, еще раз повторюсь, от 7 метров нормально для ПВ. Дальше. Чем меньше, тем лучше аренда. Вы должны понимать, что если товарооборот 3 тысячи, вот, поэтому вам, вот вы делаете 3 тысячи, умножить на 3 процента, это 90 рублей вам заплатит компания. Я думаю, за 90 рублей найти товароаренду нереально. Даже если вы за 200 рублей найдете, это очень хорошо. Ну, конечно, если это там 10, там 12 квадратов. Оля, по-моему, Синькевич 12 квадратов, она платит где-то по 200 рублей. Но у нее отдельный вход, отдельная дверь, как бы все хорошо. Поэтому еще раз повторюсь, если делать просто голый товарооборот, вы будете всегда в минус. Так, вроде бы все рассказала. Дальше. Какое количество жителей городского поселка можно, имеет ли смысл открывать ПВ? К примеру, населенные пункты 6 тысяч людей, город 9 тысяч людей. Если 6 тысяч людей, то еще одно ПВ, особенно если у тебя нет личной группы, не вижу смысла открывать. Но, если, допустим, у нашей Тани Хостовец, она, Таня, напиши, пожалуйста, сколько у тебя населения, она живет в городском поселке, но там никакой девочки от. Человек просто сидит и думает. Меня никто с этой точки не сдвинет. Как Таня говорила, там ее почти никогда нет. Приходишь за заказом, левый человек открывает дверь, ты сам себе ищешь заказ, хотя на сайте заявлено, что работает каждый день. Человек работает на основном работе, поэтому там, да, офис открывать можно, потому что, вот, 10 тысяч, потому что офис никакой. И тогда, когда откроется конкурент, то офис тоже может почесать пятую точку, и в итоге она будет думать, или же мне закрыто, потому что я буду в пятой точке, или же я начинаю работать как положено. И, конечно, вот даже, допустим, тот город, это зависит от того, вот, допустим, 9 тысяч жителей, можно еще один офис, но в зависимости от того, девочки, где это будет находиться. Если это центр, добро пожаловать, все зависит от вас. Если у вас там есть структура, тоже, но если это какая-то окраина, у тебя нет структуры, ты одна одинешенька, ты же сама лично на 3 тысячи не купишь, плюс тебе это не нужно, в наш же магазин. А ходить переманивать тоже как-то не очень. Поэтому это, да, может быть сплошные убытки. Ну и все зависит аренды. Если ты нашла аренду за 50 рублей, почему бы нет? Ну, наверное, таких не существует. Вопрос по блокировке ПВ. Как это происходит, и можно ли ее избежать? Можно. Почему нельзя? Значит, смотрите, вот, у вас сегодня доставка. Вы нажимаете принять. И получается, от сегодняшнего дня отсчитывайте 18. Иногда компания, когда праздники меняет, но лучшее 18. Значит, от сегодняшнего дня плюс 18 на 18 день будет все блок. Поэтому и компания подсказывает, 18 дней, это сколько у нас получает 7 плюс, ну, чуть больше двух недель. Все зависит, девочки, от того, как у вас поставка. Есть же офисы, где один раз поставка. То есть у них, допустим, неделя, на следующей неделе им уже надо возвращать, потому что 100% может быть плохо. Есть офисы, вот, допустим, как у меня раньше было, два раза поставка, к примеру, и два раза в город ездит автолайт. Сейчас у нас город автолайт ездит каждый день. То есть, если что, я могу вернуть заказ, даже если у меня нет поставки. А раньше так нельзя было. Вот. Поэтому, я, вот, допустим, проходит неделя, я человека еще не трогаю. Когда он утверждает, пишется. Дальше, получается, проходит еще пару дней, вот, допустим, дней 10 прошло, я человеку пишу, здравствуйте, Елена, ваш заказ по Берлик пришел давно, оплатите, так-то, 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 у нас существуют сроки бесплатного хранения. Некоторые, вот, недавно было, ой, извините, точно, я и забыла совсем, что это оплатила. Некоторые на тебя вообще не реагируют и ничего не отвечают. В итоге я еще день-два подожду и, вот, допустим, рассказываю, как говорится, секрет секретов. Вот, к примеру, в воскресенье ночью у меня будет блокировка, так? Поэтому я логически понимаю, если я отправлю в пятницу, они его примут в понедельник, где-то ближе к обеду, может, часу в одиннадцать. Значит, всю ночь воскресенья я буду заблокирована, значит, товарооборот на среду пострадает, потому что люди не смогут сделать заказ. Поэтому крайний срок не отправить в четверг, чтобы в пятницу они приняли заказ. Чтобы мне отправить в четверг, значит, мне нужно до двенадцати ночи среды нажать возврат. Вот, тогда с утра в часов десять-одиннадцать мне придут накладные, я быстренько заказываю автолайт, распечатываю накладные и отправляю. Запомните раз навсегда эти. Претензии нас не блокируют. То есть, что такое возврат, что такое претензия? Возврат – это не оплаченный заказ, то есть невоспотребованный товар, он возвращается полностью. Значит, обратите здесь внимание, обязательно проверьте, или вы правильно собрали. Если там не будет хватать пробничка, если там не будет хватать каталога, если там не будет хватать пакетика, склад вас не примет. Поэтому обязательно все простенько проверьте. Что такое претензия? Значит, претензия – это то, что не подошло. Это может быть одежда, это может быть купальник, обувь. Все. Остальное у нас вернуть нельзя. И есть еще претензия по браку. Допустим, человек купил водичку, открыл, она не брызгает. Или же, допустим, купил, попользовался, полфлакончика побрызгала, дальше не брызгает. Это тоже можно вернуть, даже если как говорится, все можно. Тогда это все создается претензия. Тоже, как говорится, там ничего тяжелого нет. Но в чем суть претензии? Запомните, разно всегда я уже с этим столкнулась, поэтому наговариваю всем. Особенно сколько раз было, не успела, как говорится, домой приехать и начинается. Ой, мне это не подошло. Ой, там это, там то-то потекло, там то-то все. Как говорит, ты только перешагнула порог, там есть, готовишь, там кушаешь, что-то-то все, они уже начинают писать. Поэтому, как говорится, красивенько ответила, здравствуйте, я вас поняла, только давайте договоримся, не надо меня вопросами офиса грузить в нерабочее время, я все равно вам ничем не помогу. Вторник, среда, четверг, часа до шести, приходите с товаром и мы все посмотрим, все сделаем. Это первое. Вы показываете, что вы, ну, цените себя, извините, это вы считаете, что вы пришли с работы, задрали ноги, если кто там в городе, и сидите, телевизор смотрит. А я всегда смеюсь, а я прихожу, я встаю, первую смену работаю в интернете, затем иду во вторую смену на офис, прихожу с офиса, третья смена, опять работаю в интернете. Вот. И просто к чему? Вот я, особенно как знакомый, ой, мне там то не подошло, то, 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 ты на автомате создаешь претензию и все, а потом человек приносит и, допустим, а майка грязная, да ее не примут, и что делать? А претензия уже создана, претензию вернуть нельзя, минус на ПВ пошел. Вы считаете, если что, с твоего вознаграждения. Зачем это? Поэтому я сейчас себя контролирую, приучила, что только когда я вижу товар, только тогда я это, делаю претензию. То же самое. Меня не брызгает водичка. Один раз так было. Я создала претензию. Приходит, я пару раз нажала, вода начала брызгать. Зачем мне это? Подождите секундочку. Да, у меня еще вебинар. У меня вебинар. Что хотим? Все. Значит, дальше, чтобы экономить накладные, девочки, возьмите себе в привычку создавать все в один день. Вы только должны знать, что если это заказы разных каталогов, значит, логически уже будет две накладных. вот. Но я, например, тебе взяла привычку, вот, за три поставки я собираю возвраты, претензии и так далее и тому подобное. Вот, допустим, четверг у меня последний день работы на офисе. Я создаю в эти дни претензии и создаю в эти дни возвраты. Если, допустим, возврат не горит, то я вообще нажму возврат, может, субботу, воскресенье. Почему? Потому что, если я это все сделаю, ну, он меня не блокирует, а просто нужно вернуть. И если я нажму возврат четверг, через три дня у меня появится желтая полосочка, мол, ну, ПВ близок к блокировке истекает срок получения возврата. А я же смогу отправить, ну, только во вторник, это считаете, в пятницу, субботу, в сене, понедельник, вторник, пять дней. Могут заблокировать. Зачем? Поэтому все ведется на списке и, вот, допустим, на воскресенье или понедельник я создаю возвраты и в вторник во время поставки отправляю. Разблокировка. Всякое бывает, особенно, когда мы хотим быть такими миленькими, хорошенькими для всех людей, чтобы войти и вот, ой, я оплачу, у меня там это, я там в больнице, я там то, я там все. В итоге вы бац, заказ не оплачен, а завтра вас блокировка, поэтому вы сегодня нажимаете кнопочку создать возврат, если не выходные, вы получаете, ну, ночи, полдня будете в блокировке, а нет, сегодня вы создаете возврат, завтра вы его отправили, то есть полторы суток вы будете в блокировке, а все почему, потому что кому-то поверить. вот, как только склад принимает возврат, сразу задолженность снимается. Если вдруг вы знаете, что вы отправили и уже, допустим, 4 часа дня, а задолженность по претензиям или по возвратам не принялась почему-то, значит, ну, мы всегда общаемся в Телеграм, значит, пишите ответственному ну, по возвратам, мол, что такое, может, у меня что-то не так, почему не принялась в петензии. Обязательно. Как заметно отличаться от других офисов? В городе уже есть 4. Ну, во-первых, нужно знать, чем дышат эти офисы. То есть, поделать заказы пару раз на все офисы, посмотреть, что у них, как у них, какой у них график работы, как обслуживание и так далее и тому подобное. И все, что вам не нравится, это не делать и где можно улучшить, значит, там улучшить. Если, допустим, неудобный график работы, значит, у вас должен быть удобный график работы. Еще раз повторюсь, необязательно сидеть там целый день. Ну, во-первых, первое время вам надо посмотреть, сколько вам привозят заказы. Вот, допустим, я стабильно знаю, что до обеда мне никто заказы не привезет. Вопрос, зачем я должна быть на офисе с 9 или 10 утра? Чтобы сторожить чьи-то заказы? Зачем? Я посещу себе спокойно вебинар, я где-то поработаю с командой, я кому-то там заказы оформлю, я там то рекламу, то посты подкладываю, то, 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 зачем мне там сидеть? Вот. Даже вот я, к примеру, работаю с часу, очень редко привезут с часу. Вот вчера, допустим, привезли в 15-10, на прошлой неделе привозил в 17-15 и где-то в 16-30, благо есть час, поэтому я пишу, допустим, добрый день, заказы ранее доставленные можно забрать, сегодня доставка будет поздно, а времени уведомлю чуть позже или же завтра с часу до 6. Поэтому очень часто сейчас у всех, как говорится, у всех файберы, все есть, очень часто люди увидят и я даже знаю, что сегодня придут, заберут только те, ну, кому там или срочно надо или завтра не получится. А вот уже завтра, да, сейчас уже могут тебе люди идти, потому что если у людей обед по часу до 2, а вот 2 до 3, вот, и, ну, еще раз повторюсь, идут на человека. Здесь нужна реклама очень хорошая, так как я говорила, чтобы и на те офисы походить, где-то порасклеивать, потому что, мало ли, вдруг кому-то на самом деле будет лучше и ближе у вас обслуживаться. Как привлечь на свой офис людей из других структур? Ну, этот вопрос я тоже поднимала. То есть, вот, рекламы и, еще раз повторюсь, человек идет на человека. Очень часто у меня, вот, например, есть девочка с Бреста, у нее возле дома есть офис, но она ездит через 3 остановки забирать заказ, потому что там ей не нравится. Вот вам, пожалуй, а вот, получается, эта женщина теряет людей, потому что это, бывают те люди, которые, помните, я писала, мой офис, вот это, это мое место, что хочу, то делаю, там людей много не бывает, там еще что-нибудь. А еще раз повторюсь, нужно все свои дела, проблемы и так далее оставлять за дверями. Людям все равно, что у вас происходит. У меня, кстати, недавно было, реально, у меня очень редко болит голова, у меня просто неимоверно болела голова. И получается, и таблеток с собой ничего не было, там близко есть аптека, но только я соберусь идти за заказами, ой, за таблетками, кто-то пришел, потом товар привезли, потом надо, там кто-то стоял над тобой, там кто-то, все, и в итоге я никак не смогла, вот вроде бы через дорогу, но я не смогла сходить за таблетками. И тут девочка приходит за заказом, говорит, что с тобой, говорю, смысл, ты какая-то не такая, как всегда. А, ясно, говорю, голова болит. То есть человек почувствовал, она просто зашла, и она уже почувствовала, что Оля не такая, потому что люди привыкли, что ты, вот, позитивчик. Какие делаешь регулярные мероприятия на офисе? Ну, вот я это все девочке рассказала, поэтому, как говорится, не будут останавливаться. Ты сильно привязана к офису? Нет. Все зависит от того, как ты себя поставишь. График работы заявила? Соблюдайте график работы. Конечно, есть люди беспардонные, просто красивенько. Давайте все эти вопросы во время работы сейчас не, не когда-то я там только что пришла, там то-то-се, все. Вот звонит человек, если я вижу, что это по офису, я спокойно могу не взять трубку. Приехала на офис, перезвонила. То есть, вы сами контролируете это все, и я бы не сказала, что сильно привязана к офису. Я люблю это все дело. Сама работаешь или есть помощница? Работала сама до самой первой акции на тысячу рублей, ну, вот на 30 рублей. Когда у меня был завал завальский, я поняла, что и плюс, а нет, обманываю. Было у меня пару раз, что, уже скоро девочки заканчивают, пыталась я взять себе помощницу несколько раз. Значит, первое, когда я объявила по чатам, начали писать, очень много людей, так как город маленький, все друг друга знают, писали такие люди, которые на самом деле со мной даже нездороваются, допустим, с моего дома или с моего двора, там, это, и в итоге вас возьми на работу. Ну, извините, я сошла, зачем мне тебя брать на работу? И плюс, я сразу говорила, если кто-то где-то писал, я сразу говорила, вы поймите, если у вас нет работы, здесь вы сильно не за работой. Вот. Плюс, мне надо такой человек, который свободен, как говорится, ненормированный рабочий день и который в любое время может где-то что-то подойти. Вот. Сначала пыталась, допустим, привезли заказы, там примерно звонила, когда ты будешь, потом звонила ей, она приходила, потом то ей не получилось, то, 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 все. В итоге я поняла, что помощник должен быть примерно в одно время, ну, подождет она там 40 минут, час, ну, что приходят за другими заказами люди, будет выдавать заказы, но почему я к этому созрела, потому что иногда приходят, а можно понюхать парфюма, там что-то где-то, консультация, знаете, говорится, когда тебя пятая точка в мыле, ну, говорю честно, и когда ты весь в заказах, ты совершенно так не преподнесешь людям, и люди, как говорится, ну, на тебя обиделись и ушли, вот, а когда кто-то разбирает заказы, выдает, вот, человек приходит, вот, допустим, человек, ну, заказ получил, а можно понюхать парфюм, все, она заказ получила с пакетиком, подошла к витрине, мы с ней выбрали парфюмчик, сколько стоит, там, то, то, все, а если ты это все сам, ты это не увидишь. Дальше, если, значит, еще раз повторюсь, я легально человека не оформляла, почему? Потому что, если оформить все, все, все легально, она столько зарабатывать не будет, потому что, даже если на 0,25 ставки это 100 рублей зарплата, из них нужно заплатить 35 рублей в соцзащиту и так далее, и тому подобное, как бы, совершенно столько не будет, поэтому, сейчас у меня помощник только в те дни, когда у меня большие поставки, раньше были постоянно, и в итоге, опять же, я не люблю тратить время, ну, без смысла, и вот, допустим, если нет заказов, что делают? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, мне не надо, не надо плетей, не надо мне эти склопки, не надо мне ваши проблемы и так далее, и тому подобное, вот, поэтому, когда мало заказов, вот, допустим, вчера 10 заказов, это для меня 10-15 минут, даже меньше, вот, а когда много заказов, да, тогда, получается, нет вот этого всего разговора ни о чем, и ты не обременена, ну, да, в чем суть, что если мне вдруг нужно куда-то, где-то уехать, не вопрос, человек тогда работает полноценно, вот, там, с часу до шести, и тогда, конечно, я плачу ей чуть-чуть больше, то есть, не один процент от товара оборота, а немножко больше, и вы сами понимаете, эта работа не тяжелая, как говорится, люди ходят у нас там на полой, полоть клубнику, малину, но сейчас ходят в чернику, да, там могут нормальные деньги заработать, но это не для меня, я, как говорит о себе, люблю, все должно быть красивенько, вот, поэтому эта работа, различная клубника, черника не для меня, так, люди регистрироваться, я сказала, иногда бывает, но очень редко, я работаю через интернет, вот, в росте, в чем, ну, еще раз повторюсь, что очень часто бывает, когда чужих людей удаляют, так как вы для них представитель компании, вы его устраивали как человек, они к вам обратятся, и вот так вот люди могут регистрировать. Про доходы я сказала, баллы для офиса не важны, еще раз повторюсь, платится минимум 3 тысячи, чтобы вам платилось 3%, а дальше 3% от вашего товарооборота, чем больше товарооборот, тем больше вам платят. Так, это я тоже рассказала. Так, как выбрать местоположение, тоже уже говорила. Так, что надо минимум купить? Значит, еще раз повторюсь, если сейчас у вас сильно нечем обставить, вы можете где-то что-то, у мамы, у свекрови, там, ну, пока поставить так, даже если что-то где-то есть страшненькое, в строительных магазинах можно купить вот эту клеющуюся бумагу, все красивенько сделать, плюс, вот у меня было, что, и стены там до этого были, канцелярики, все в дырищах, и так далее, и тому подобное, делать мне нечем, и плюс это совершенно чужой город, мне нечем было завести, я просто у мамы брала шторы, завешивала гвоздиками вот эти вот стены, с этой стороны, получается, стояли стеллажи, тоже не так видно, а вторую сторону были везде плакаты. Все, то есть, все, 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 особенно на первом, на первом, на начале, вылетают на начале, все делала по минимальным, а затем, да, я понимала, что мне нужно то-то, 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 и по чуть-чуть, по чуть-чуть, начало ставить. У вас должен быть или телефон, можно из телефона нормально работать, или же там ноутбук, где вот я, или Триджик, меня на офисе Триджик, или же просто делиться интернетом телефона. Должен быть принтер, но принтер у меня дома, я на офисе его даже не тяну, все равно я все претензии, все, все, все печатаю дома. Дома напечатала, а уже на офисе будет свободная минута, допустим, те листовки поразрезала. Вот. Про мастер-классы тоже я рассказывала. Конкурсы. Вот очень хорошо заходит про продукты. Просто вы должны, еще раз повторюсь, решить, если на какой-то продукт, значит, каждому меня, ну, какой-то определенный, но если логически подумать, вот, допустим, те бальзамочки, что я даю, если они без, ну, по акции, они где-то по 2 рубля. Вот представьте, если каждому вот человек взял воду за 17 рублей, допустим, товару, я ему 2 рубля вернула. Ну, это логически подумать. За сколько я взяла, это никого не волнует. Ну, вы возьмите. Вот. А если уже на сумму что-то где-то, тогда должно быть что-то существенное. Вот, допустим, все подарки, в которых вы участвуете, вот, они, если тебе не нужны, пусть будет. Вот, кстати, девочки, когда я начинала, но здесь уже нужно контролировать свою структуру. Только для моей структуры были такие акции. Значит, может, год было. Я дарила подарки. Вот. за 15 баллов у меня было что-то, ну, допустим, там, крем для рук на выбор. За 30 баллов была, по-моему, тушь. За 50 баллов была, наверное, водичка. Да, водичка 30 миллилитров. За 100 баллов порошок. Но это только для моей структуры было. То есть, вот, каталог закончился. Я проверяю всех, кто обслуживается в Драгичине, выписываю, обязательно печатаю поздравления, то-то-то-се. И человек делает заказ, приходит за заказом, и я вот ему такой вот дарила подарок. Вот. Тогда очень часто люди с чужих структур, ой, а можно к вам, у вас там какие-то подарочки, то-се-се. Конечно, я никаким перерегистрацией не занималась. Пока не столкнулась пару раз, что началось, о, подарила мне крем, там, через 3 месяца с 3-го годных там выходит, там, бла-бла-бла-бла. То есть, или мне, или где-то за спиной что-то где-то говорили. Вот. А она вообще принесла в пакетике может 3 или 4 подарка. То, что вот она лично не забирала, там, то муж забирал, то-то-то-се. Принесла все подарки. Я этим не пользуюсь, можно поменять. Там была тушь коричневая, еще что-то. Я реально, девочки, офигела. А потом говорю, насколько я знаю, подарки не от дар. Ну, как говорит там, по-детски так. Потом говорю, даже если это вам не надо, отдайте, продайте, подарите, ну-ка ранен в случае выбрать. Но неужели вам не стыдно было принести то, что дарится на самом деле от всего сердца? И все, я сказала, не вопрос, я просто вам больше никаких подарков дарить не буду. Вот. И я ей больше не дарила, потом она еще мне пару раз повыносила мозги, когда у нас только появилась одежда, вам просто не передать. Дошло до того, что если я вижу, что сегодня ее заказ, меня с самого утра начинает колотить. И один раз она пришла с подругой, вынесла мозги еще похлеще, чем та, и на что я сказала, будьте добры, не заказывайте больше в Фоберли. У нас есть куча магазинов, у нас есть там по одежде и куполинка, и универмаги, и т.д. и т.п. Покупайте там, но в Фоберли больше не заказывайте. Оно что-то все плохое качество, понимаете, и пошито как-то не так. Ну, зачем я это все заказываю? Девочки, я вам клянусь, я больше ее не видела и вздохнула просто полной грудью, можно сказать. Так что за все время было у меня все, что хочешь. Так, товарооборот, тоже сказала, конечно, цена та, что в чеке без доставки, доставка в товарооборот не входит, а, как я уже сказала, объемная скидка входит в товарооборот. Ну, и, как считает, тоже говорила. Значит, если покупатель заказал две вещи в один заказ, значит, он меряет, если вдруг что-то не одно не подошло, значит, ему нужно оплатить весь заказ на вторую вещь, создается претензия, так, как я уже говорила. Если же он не хочет платить, тогда весь заказ возвращается полностью, как неоплаченный, невостребованный товар, а этот человек заказывает одну ту вещь, которая ему подошла, уже, что он сто процентов заберет. Так, это рассказала, сроки возврата говорила, что такое полный возврат, я уже сказала, невостребованный товар, неважно чего. Кстати, имейте в виду, компания за собой оставляет право, если человек постоянно возвращает, заблокировать, ну, не заблокировать его номер, перекрыть ему доступ к оформлению заказа. Это не распространяется на одежду. Я пару раз так блокировали людей. Вот, допустим, кто-то кого-то зарегистрировал, человек заказал заказ, ты ему пишешь, он ничего, вернул. Вот. Потом проходит некоторое время, опять человек заказал заказ и опять не возвращается. Потом опять, и это не одежда, это просто косметика, водичка, там, то-все. В итоге, я так и пишу региональному менеджеру. Там, Ольга, добрый день, прошу перекрыть доступ к оформлению заказа консультанту номер какой-то. Я, кстати, веду сейчас бумажку на возвраты, не на одежду, а на возвраты. Кого сколько? Ну, знаете, даже иногда припугнуть полезно. Вот. Что, мол, я не думаю, что компании это рентабельно доставлять заказы. Девочки, чтобы вы знали, сколько компания платит за транспортные услуги Автолайту, мы платим этих 2%, это и близко не то. Вот вы сами видели, курьер, малюбасенький заказ 10 рублей, чуть побольше 12. А представляете, какие коробища идут. И в итоге получается, вот эти заказы, его привезли, компания заплатила, его увезли, компания заплатила. А человек только балует, щелк, щелк, она мне вообще сказала, я ничего не заказывала, и вообще меня зовут Валерия. А ничего, что когда вносишь телефон, там, допустим, написано Анна, она обманула. Ну, говорится, детство. Вот. Такое было. Потом тоже новичка какого-то зарегистрировали, когда у нас только появилась одежда, и человек заказал 5 курток разных. В итоге никто абсолютно не пришел, не померил, ничего не то. И я понимаю, что человек просто нащелкал, она абсолютно не этого, не вышла на связь, я ее тоже перекрыла. А одна вообще был прикол, я ее знаю давно, она моего брата-одноклассница, но зарегистрировалась вот где-то по интернету, один раз забрала заказ, потом второй раз я ее вернула, потом опять где-то вернула, и опять. И я, ну, перекрыла ей дозу, хотя я ее предупреждала, когда последний раз возвращала, что, мол, ну, там, на третий раз компания имеет право. И тут она мне пишет, что, мол, а почему я не могу оформить заказ, вы же сказали на третий раз, говорю, я согласна на третий раз, но вы новый покупатель, вы в компании три месяца, и у вас уже было три возврата. Вы думаете, компании это рентабельно? В итоге она как консультант осталась, она может зайти в личный кабинет, но ей перекрыть доступ к оформлению заказов. Она, недолго думая, через личный кабинет оформляет мужа, и вот с тех пор, она до сих пор у меня обслуживается, живет недалеко, она делает заказы на мужа, но, девочки, чуть что, ой, Ольга, извините, я не могу оплатить заказ, там в понедельник будет не поздно, то есть вот, то есть она сейчас контролирует оплату, вот, поэтому, как бы, здесь компания нас защищает. Про претензию я сказала, претензия, это получается, то, что не подошло тебе по размеру, но если оплачено, деньги возвращаются человеку на личный счет, без учета доставки. Если это брак, человеку возвращается с учетом доставки. Так, скоро будет два канала, они у меня в разработке, то есть, этими каналами могут пользоваться те, у кого уже есть офисы, эти каналы вы можете давать тем, кто хочет офисы открыть, то есть, грубо говоря, будет полноценное обучение. Сначала я хотела сделать один общий канал, ну, чтобы было все, все-все-все, а потом думаю, ну, человек только собирается открыть офис, а ему сразу там про личный кабинет, как создать возврат, как создать претензию, как искать заказ, то-то-то-то-все, зачем это все. Поэтому будет отдельно канал со всем-всем-всем с плюсами-минусами для тех, кто планирует открыть офис, и затем будут памятки по работе ПВ. вот. Так, кто остался живой? Значит, это все касается только Беларуси, России, я, конечно, не знаю, знаете, было у меня еще в планах кое-что, но и так, девчонки, уже два часа, поэтому в следующий раз я проведу именно экспорт по, хотя, в принципе, ну, посмотрим, или экспорт по рабочему кабинету, или же просто будут вот памятки, наверное, мы остановимся памятками. Кто выслушал меня до конца, спасибо, что, как говорится, вытерпели, выждали, в кого есть какие-то вопросы, открывать, не открывать, я думаю, преподнесла все, понятно и ясно, шутками-прибаутками решать только вам, но, как я всегда говорю, есть два выхода, попробовать и пожалеть, и не попробовать и пожалеть, всегда сможете закрыть, в крайнем случае, но еще раз повторюсь, вы не забывайте, что у любого владельца офиса есть гарант, и если идут где-то какие-то замечания, сначала будут делаться замечания гаранту, а затем будут лишения вознаграждения, тоже гаранта, поэтому мы должны быть ответственными людьми и должны понимать, что никто не должен из-за нас чем-то рисковать. все, если будут какие-то вопросы, конечно, пишите, на все отвечу, всем нам успехов в нашей работе, в нашем бизнесе, в наших начинаниях, ну и, конечно, успешного завершения каталога, осталось чуть больше недельки. Старалась ответить на все ваши вопросы, спасибо за вопрос, даже если он вам кажется, что он глупый, нужно его написать. Все. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok